Здарова всем ребята, начинаем будет чуть-чуть стрим. В общем, выпуская StarCraft, кофе у меня стоит, сейчас надо будет снять его, ну а так в целом уже готов. Банить я очень конкретно. Продолжение следует... Так, здороваемся со всеми, сейчас открываю, то уж необходимо будет. Надо твич, еще тут перемема, еще дела есть всякие. Здарова всем, кто недавно пришел, твич надо подрубить мне. Отлично, пошел твич. Так, все открыл. И все лишнее закрыл. Короче, ждем начала, сейчас кофе быстренько убью. νοа Субтитры сделал DimaTorzok Здарова всем, EventMan Кресло новое Я старое оставил себе кресло Поэтому все ок Субтитры сделал DimaTorzok Ну все, ребят, я во всеоружие Сюда прихожу Обратно И теперь уже точно Так, погодите, а что с микрофоном? А что он так висит? Странно как-то Вот теперь нормально Банька вообще ништяк Так, ну я жалею, что всего раз сгонял Ой, всего пару раз сходил Вот там такой бассейнчик на улице есть Прямо холод, кайфово потом выходить Вот, ну как-то Чего ты прискакал-то? Иди на окно Шоколадки я не дам, понял меня? Купил шоколадочки, ребят Короче, хорошо в Ваню сходил Сегодня будет мастер-колизей На, переложи сюда Мастер-колизей сегодня будет Хороший ивент Давайте посмотрим, что это за Ивент В общем, следующие четыре матча Сегодня будет Бо-5 Диэр импакт Элэйзер гуми Хосулар Харикейн и Рокхиро Вот так вот Это будет очень сильная игра Будет прикольно Единственный не корейц Который здесь присутствует Элэйзер, правда Ну а что делать? А что делать? Вышел он из группы Где При этом всем Бьян отсутствовал К сожалению Но он со второго, кстати, вышел То есть, теоретически Из Бьяна мог бы выйти Так, ну какая пара Именно первая будет Я не знаю Я вижу корейцев здесь Ну по идее Диэр импакт Диэр импакт Они здесь и есть Как бы То есть Ждем хост И заходим И начинаем Все будет ок Все будет нормально Отзовите всех сюда Ждем ход Пока шоколадчики отведаю Ну и всего Сегодня РО-12 Помните То есть Четыре пары Остальное Завтра Четвертьфиналы И послезавтра Полуфиналы И финал Вот так вот Будет она Чтобы сегодня Перебором Не нагружать Бо-5 Бо-5 Конечно же Бо-5 Бо-5 Бо-6 Бо-5 Бо-6 Продолжение следует... Так, ну за лейзера, конечно, поболеем, но пока же первая пара, но что-то пацаны пока не спешат начинать. Е-мое, уже стрим 10 минут идет, наверное, надо стоп-старт будет сразу перед стартом сделать, чтобы вырезать или... Хотя, не, ладно, пока плеер работает, и нахрен стоп-старт делать я не буду, потому что все ок, вроде как. Болейте за кого хотите, ни за кого не запрещается, но в любом случае будет очень интересно. Так. Так. Купай, ну отец пошел. Купай. 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 Ну все, ребята, ImpactOSDR сейчас начнется. Какие-то я тут увидел у Каби вконтакте. Выложены скины новые, которые Blizzard придумали. Это реально какие-то они убогие, по-моему. Какие-то дроны с пилами, е-мое, непонятно. Что за бред вообще такой? Без понятия, пацаны. Ну кто видел, тот поймет, в общем-то. Да я даже скинуть могу. В принципе. У Кабича там это все дело. Все, ребят, погнали. Погнали. DR Impact, первая карта, БО-5. Мастер колизей начинается. Кто не понял, взломет. с Рамзан Нейрадыров. Ну ладно. Давайте смотреть. Субтитры сделал DimaTorzok. ДИНАМИЧНАЯZАЯ МУЗЫКА Так, ладно, хорошие скины Смотри, что-то я потыкал Ребята Первая карта, первого матча У нас дир импакт У нас сегодня бьется 3 бо 5, ро 12 Система такова, что с первого места Из группы вышли сразу в ро 8 Получается, пацаны А второе, третье, вышли в ро 12 И бьются друг с другом, чтобы попасть уже В следующий раунд, получается Ну и первая пара импакт дир Карта, первый путь на айур Красный импакт, синий дир У нас дир на 5 часах Импакт на 11 И кого-то уже дропает, ё-моё Также мы увидим сегодня пары Напомню, и лейзер гумиху Солвер харики, рог хира 3 пвз и 1 твз Грех жаловаться, потому что зеркалок нет И, ну, хорошее мочава Так, кого это, друг? Это баркод, не знаю кто это Опа, покинул матч Это кранг было, оказывается Ну, а чё? Всё, ребят, кранка дропнула Парестримит одну игру, ничего страшного Пилон гейт, гасник, с кибернетчику Удиера билд во второй газ Здесь 17-я хата Гаспулу импакта, получается, была Достаточно стандартные, в общем-то, опенинги Как вы поняли Так, ну и адепт попёр Адепт старгейт, продолжение Открою Уже две королевы, извиняюсь В футболке хорошо, но свежо Слишком с открытым окном Вот Поэтому встану, закрою Всё, адепт вышел, попёр вперёд Ну, а импакт ставит третью хату Честно признаться, я хз, кто там фаворит Я даже не знаю, что я на лип, он испорти Вчера 2 бакса проиграл У меня нет там 50 центов, чтобы поставить Вот, ну как мне кажется Более-менее ровная такая-то пара По моим оценкам Вот, но импакт в последнее время Всё очень неплохо показывает С другой стороны и Диерс, или он тоже Поэтому мне сложно что-то скатить Но Диер, например, проповедует Стиль зачастую с масс-оракулами Готов ли импакт с ним биться, я не знаю Но я думаю, что наверняка он готовится К такому стилю Вот, плюс Импакт он у нас Не присутствует на том же, например Близконе Кстати, Адир присутствует на Близконе Я что-то подзабыл, если честно Нет, Адир тоже не присутствует Я вспомнил сразу же Потому что Испроцов, СОС, СтАЦ и НИП только будут в топ-16 Близконовских А, Диер флорит Ну, на импактах заманчиваю 2.3, конечно Импакт может завести Диера Я в этом уверен Абсолютно Короче, ребята Тут 3 оракул рабочих минусуют На переходе на третью базу Как раз в это время Зерк предпринимает Контур-дроп лингами Ну, а Диер ставит Смотрите, у Диера чарж пошел Он ставит плюс 3 гейта То есть, возможно, это будет 8 гейтов просто И... Это какая-то агрессия Агрессия от пробца явная Причем Двухбазовая То есть, редкость Это, на самом деле, сейчас Гробщик Собак здесь заходят Где Мазаркор? Живыл Мазаркор Куда он улетел-то яйцо Это, я думаю, с оверчажем Зачем вообще Диер его увел? Ну, импак тут так агрессивно Кусает рабочих Прям вообще офигел Еще одну пробку пытается минуснуть Не минусу Феникс вернулся Феникс напрягает Здесь пробочка поехала Пробочка минус Будет какая-то беготня Везде происходит И еще собачий кусочек Бежит небольшой Штук 6 Но... Диер отколупался на мэне Как бы, да Рабочие покатались чуть-чуть Но, в целом, потери минимальные Две пробки всего лишь А зерк вон там натерял И овера, и собак Всех вообще, короче, много он потерял Так, пробка еще раз минус Понял ли импакт, что Диер улынет его? Вот мне интересно Да, он увидел плюс 2 гейта Он должен прекрасно это понимать И он Роуч Ворон, кстати, построил Но у него нет оверов Сейчас Роуч Ворона не было Вместо Роуч он зачем-то лингов закал Кстати, это может привести сейчас к поражению Потому что... Ну, какие к черту линги? Братья, ты че? До варпа еще Зелков идет Здесь гиппи открывают сейчас еще 2 юнита на варпиться Пошла атака Зелки, как бедшины, прыгают на чашу вперед Сразу же выбивает сплетку Хоть на нее один трансьюз И прошел сейчас со стороны зерга Больше нету энергии у королев Роучи начинают тоже выходить Но они разрозненно выходят Нужен сплит против Вейнов Против Вейнов сплит пошел Но к Зелков вошли Так, Архончика надо контролить Обязательно на Фризму Это ключевой юнит здесь Он будет регениться Фризму подводить Ир, Фризму не подводь Ну, что за контроль? Что за ошибки? Королев грызается Здесь Архона назад отвел Посадить его в Фризму А, смотрите-ка Здесь Зерк сам недоконтроливает Фоку, ведь Архона не смог Здесь тоже все лишь один Архон остается Но пролетел Ораку в помощь Королев забрил Роуч тоже падает Какой близкий пуш получается Лимит очень близкий Девять Роучей Сейчас еще выйдет Фризму вперед Уже на вторую базу Юнитами убежал А Фризма где-то сзади Вообще висит У Дира Это ошибка Надо ближе подводить Конечно Посмотрите, сколько ресурсов Тут на два Архона Только газа есть Попробую еще Заварпи Аракул все жгет И жгет Сколько энергии Много накопленного У него было Это реально сильно Зилки прессуют Роучей на второй Прямо здесь же Беллингов пытается Наморфить У нас импакт По лимиту Импакт Наверное первый раз Становится меньше Беллингов Прям через шифт Зилками Дир прокликал Это кстати Интересное решение Дронов уже 13 минус Зерк терпит здесь Но не затерпел Нифига Прота забревает В итоге Зилки идут вперед Три Архона Прямо сразу Шести гейток варк Сливает Дир И запушил Как бы Вроде все понял Импакт Но он поздновато Понял Роуч вор Не успел добавить В итоге Вы видите Что произошло Дир 1.0 Так В игру прыгаем Вторая карта Ребята У нас с Одиссея Будет Ждем Начало А я жду Пока Блин Черт побери Кофе У меня Подостынет Немножечко Здорово Всем пацаны Кстати Арамчик Здорово Мы с тобой Что-то там Собирались Погеймить Я попозже Даже позвоню Я думал В кино Что сегодня Пойдем Просто Если все ок Можно будет Чуть позже Например Загеймить Нам Если время Будет позволять Элейзер Гумихо На кого Поставить Твист Эта вещь Спрашивает Да хрен знает На кого Там Ставить Думай Сам Гумихо Участник Близкона Как и Элейзер Но недавно Блай говорил Элейзер На тинге Гумихо 3.0 Просто укатал Ну Гумихо Фаворит Вот То есть Ну Замальчиво Да Конечно Салют Не сходили Куда еще А на работе Ты напиши Мне по графику Так А чего Это у меня Тоже Вчера Что-то Пока В бане С пацанами Угорал Желание Покликать Появилось У самого Даже А Сначала 3.2 Выиграл Потом 3.0 На тинге Уз Последнего Раза Элейзер Выиграл Когда-то Должен Гумихо Катнуть Третий Раз Уже Подряд Закатает Короче ХЗ Не сложно Сказать Но тут Реально 50-50 После Время Первых Ну Время Первых Еще Куда Не шло Конечно Как я Уже Говорил И туда Антисовещенных Пихнули Типа Там Вот этот Радиолюбитель Которого Блять Посадят За то Что он Сказал Про космонавтов Так Бред Просто Вот Но В целом Так Как бы Лучше Чем Михалковский Шлаг Какой-нибудь Там Или Сталинград Бондарчука Стыдно Называть Вообще Таким Названием Было бы Если бы он Нормальным Человеком Был Вот Ну да Ладно 17-я Хата Газпул Ребята Опять же У Импакта Пилон Гейга Снеговский Бернет Дир Вторая Карта Одиссея Две подряд Карты Ну Я бы не сказал Что прям Карты Близнецы Но Похожие Друг на друга Карты На самом деле Вот Одиссея Бедная Так Я не думаю Что Алиму Лигу Играли На Американском Сервере Потому Что Элейзер В Корее И Гумиху В Корее Это Бессмысленное Действие Так Что В любом Случа Они В равных Условиях Так И так Ну Про Специалистов Это Понятно Вопреки Не Благодаря А Вопреки Как Сейчас Модно Типа Говорить Ну Действительно Этим Веет Там Полностью И целиком Потому Ну А Как Блядь Черт Побери Режим Тоталитарный Мог Что-то Сделать Там Короче Вторая Карта Давайте Не будем Отвлекаться Посмотрю Салют Там Уже Видно Будет Не Ну Как Б Понятно С исторической Точки Зрения Ждать Сейчас Ну Как Б Фильма Нормального Как Советский Какого-нибудь Не Приходится Мне кажется Судя по рекламе На Салют 7 Там Еще Больше Истерички Еще Не Были Потому Что Реклама Была Там Тема Что Типа Люк Он Хотел Открыть Это Орал Там Толкались Сукались Они Мне кажется В принципе Невозможно Дорог Был Космонав Ну Хз Так Ну Что Ребят Все Ладно По игре Три гейта Старгейт У нас Бил Получается Оракул Уже Летит Вперед Вот Он Полетел От Дира Тут После 17 Хаты Газпула Была Третья Но Кстати Спорки Не успел По моему Импак Здесь Напилить Совсем У него И на Второй Спорки Нет А Дир Не Поверил Что Нигде Спорок Нет Вот Дает Дома В это Время Овера Сейчас Минус Нед Уже Значит Скорость Не Сдел Овером Сразу Хрен Пойми Что Тут Вообще Делает Протс Причем Старгейт Выход В Твайлайт Получается У нас И Глевщики Пошли Уже То есть Если Сейчас Зерк Будет Подстраиваться Гидроденом Например Под Вот Этот Билд Протса То Может Он Сейчас Просто Взять И Затерпеть Причем Не Слабо Он Может Затерпеть Придут Адептов Штук Там 12 Они Распальтушат Все Нафиг Вообще Вот Уже Есть Два Три Точнее Три Еще Варпятся Где Они Кстати Варпятся Три А Они Строятся Изгейтоп Они Еще Не Варпятся Потому Варп Не Готов Прошу Прощения Фаржа Пошла И Так Выход Третий Нексус Ну Это Такой Будет Я Думаю Что Такой Фейковый Больше Нексус Все Ну Не То Что Фейковый Но Выход Будет Здесь Очевидно Отпродса Неспроста Он Такой Ранний Тайминг После Старгита Глев Делает А у Импакта Да Гидроден Если Импак Сейчас Бэйлинг Нес Не Закажет А Уже Сейчас Тайпозно Наверное Его заказывают Уже Сейчас Под Глеб И Выходить Будет Дир У него 6 Адет Сейчас Еще Три Варпанется 9 И Можно Вперед Идти Просто Спокойно И Чарж Далее Пошел 8 Гидрав Хотя 9 Не так Много Вот Еще Три Довар Был бы Тогда Но Если Его ждать То Ты Время Драгоценное Потеряешь Тогда На этот Довар Собаки Импакты Идут Вперед Адепты Умудрились Скрытно Благодаря Этому Как-то Пройти Вот Иллюзии Вперед Еще Полетели Дома Три Гидрав Заказано Плюс К 7 Уже Имеющимся Собаки На Муве Просто Сливаются Отходит Немножечко Назад Дир Импакт С Гидрав Принимает А там Чаши Архива Темпларов Кстати Интересный Билл Чем он Интересен Что На таком Раннем Тайминге У Протаса Что есть У Протаса Есть Глефовые Адепты И у Протаса Уже будет Зилки С чажем Плюс Плюс Архива Темпларов Плюс Заказан Шторм А прикиньте Можно было Например Не в Шторм А миксануть Адептов С Зилотами С чажем И с Архончиками Например А че Это вообще Крутой Мне кажется Расклад Новую Кибернет Зилок Выходит Собак Начинает Крошить Просто Жестко Как-то Не очень По-моему Импак Здесь Разменивался Нужно Новый Пилон Закать Впереди Или Гейт Я не знаю Что-то Чтобы Проход Здесь Сузить А то Здесь Проходной Двор В итоге Будет Почему Я говорю Про то Что Архоны Там Плюс Зилот Да Потому Что Гидролинги Без Бэйнов Они Пушатся Очень Жестко Прикиньте Там И 9 Адептов Целых Изначально Там И С Глефами Там Изелки Щажем Которые Прыгают Уже 8 Дамаг Наносят Плюс Архонщиков Парочку Сзади Очень Сильно Могло Получиться Так Вот Здесь Дир Варпит Да Он Понимает Что Собаки Проскочить Могут Но Со Штормом Сейчас Зато Налейт Перспектив Очень Хороший Рабочих Очень Много Дир Он Перестраховывается Дома Стационарной Обороны Напиливаются Две Он По-любому Доживет По грейдам Правда У Зерга Так Се ситуация То есть Он Только Первую Атаку Сейчас Доделывается Вот Она А вопрос Уже Вторая Пошла Обычно Сейчас Как бы Зерги Вообще Не отстают По таймгу Атаке Опа Адепты Пришли Ну Здесь Гидра Их Встречает И говорит Не Ребята Не надо Так Несколько Гидралов Конечно Слил Здесь Сколько Гидралов Погибло Шесть Штук Они Все Здесь Наверное Погибли Ну Адепты Ничего Абсолютно Не сделали Ну Как Мне Кажется Надо Импакту Пытаться Тайминг Люркеров Словить Попытаться Проатаковать Может Либо Сделать Стационарную Оборону Чтоб Не Разбомбил База Тут Как-то Дир Не Пришел То есть Прийти На золото Получается Копать Там Может быть На мейн Куда-нибудь От всяких Залетов С призмой Здесь Ораку Кстати Обратите Внимание Нексус Золотой Отменяет Импакт Пробегает Рядом Стретитесь Три Фотоночки Плюс Уверчаж Прямо Минеральная Линия Учитывая Ошибка Нет Фотонок Если Беллинг Дроп Полетит Вот как Здесь По самому Краешку Полюсу Нечем Его остановить Будет Например Сейчас Диру И на мейне Стационарной Нет Тоже Ну Менять Тем временем Забегание Зилков На золото Одного Балюркера Здесь Ну и здесь Три Иммортала Которые Уходят За рампу Сейчас Пытаются Уйти На штормовиков Беллинги Приходят Штормовики Отсечены От основной Армии В итоге Гидра Безнаказанно Давит Люру Поближе Надо подвезти Сейчас штормовики Отсюда Из-за камней Зайдут И вообще Все жестко Что делает Импакт Что он ушел Я чуть не понял Люркеров Шесть штук Много люры Блин Зайди ты ближе Уже к рампе Просто Ну кстати Две фотонки Которые Импакт Здесь запилил Тогда Они решают Очень неплохо Решают Это кривая Атака Дира Надо заказать Запилить Раз-два Люркеров Чтобы они Просто доставали И просто Сагрили И прирост Сюда Обязательно Приводить Надо В итоге Импакту Была уничтожена Золотая база Диром И Здесь Дома Он как бы Нормально себя чувствует Время Дир Ревелэйшн По люре Пошел Ревелэйшн По гидре Линги Подходит Гидрариски На муве Куда ты бежишь Бичон Бичонски Просто происходит Здесь Импакт Не туда Куда ты бежит На муве Сливается Уже и по лимиту Преимущества особого нет Но здесь Штормы по люре Штормовики Все падают Кстати говоря Фокуснуть Надо штормовичка Да фокуснишь Ты его Что же творишь В итоге Люркеры Все падают Гидра Вся падает Вообще ужасно Дир просто дрался Просто ужасно Если честно Он как-то Не законтролил Реально здесь Очень похоже на то Что сейчас 2-0 Скоро станет Уже больше Дира По лимиту Импакта Игрейды По одной атаке Коготь Ранжова Здесь две атаки Люркеров Стэка нет Но вот Если просто Те люрой Дал прийти близко Вот как первый раз Пришел Импакт Там нафиг Беллингену Там надо люры Было Штук 8-10 Морфить Просто блокировать Здесь выбивать Как бы Биться так Чтобы От штормовиков Убегать Постоянно За люркеров Кувать назад И все Так 155-32 Выносит Дир Четвертую Хату Уже на хг Подниматься Собирается Подниматься Поднимается Но не ошибка Ли это Отпроца У него шторма Вообще А вот Только сейчас Штормовики Подпоят Импакт Принимает Бой Есть штормы Да Уже Есть штормы Да Весь штормовиков Шанс был Бой Принять Было бы Это лучше Не знаю Сейчас видно Что явно Импакт Не хватает Газа У него Нужны И бейны И люра У него На все Про все Газа Не хватает Так Просто На крип Заходит Небольшой Группой Такой Бейлинги Вкатились Отдали Здесь Зелки Еще раз Приходят Зелков Надо бы Минуснуть Зелки В итоге Королеву Минуснули А не Зелков Минуснул Импакт 171 139 В итоге По лимиту Здесь тоже Группа Хорошая Стоит Принимает Все Абсолютно Но у дира Все четко У него Везде Все прикрыто И там Там группа Здесь группа Как бы То есть Он экономику Вообще В этой игре Ну Две пробки Погибло За всю Игру Чарли Да Задрых Топ Так Опять Зелки Четвертого Отменяют Здесь Опять Движуха Рядом Со Второй Идет Люрак Копается Зелков Сейчас Разминусуют Здесь У нас Импакт А дома Там есть Чем отбиться Еще Это я не вижу Чем там Дома Отбиваться Не успевает Импакт Тупо Прийти Назад Так Правда Здесь одни Имморталы И без Мазеркора Самое Интересное Здесь Летает Дир Своей армией Ходит Точнее В итоге Импакт Очень неплохо Здесь бой Принимает Гоняет Все Ну дальше Штормовички Там есть Ой Имморталы Разваливают Куда ж так Все идет Жестко Здесь Дилаты На третий Че-то Все Пальтушат Люркеров Не вкопал Вкопал Поздно Все отдалось Здесь Имморталы Разваливают Плюс Дилаты Плюс Архон Штормовики Штормы Выкинули Хорошие По лимиту 107 На 140 Уже И да Даже если Эти юниты Будут приняты Они будут Приняты Здесь Дилки Здесь Убивают Все Гидрация Демедженная Флам Какая-то Очень печальная А уже Третья Атака Убрал Просто Разваливает Дим Мне даже Интерес Потери Стало 14 на 21000 В конце На 50% Больше Наковырял Хорошо Короче Подрался 2-0 Блин Импак Да не надо Нам 3-0 Нам надо Хорошие Матчи Чтобы Блин Было Можно Поболеть Что это За 3-0 Блин Плеев Уже Это Как-то Не очень Расхват Согласитесь Не хотелось Бо Мне лично 3-0 Здесь Здорово Всем Еще раз Кстати Кто-нибудь Смотрел Там Задержки Как и раньше Нет На основных Там Стримах Или Есть Какая-то Ты вроде Кирилл Раньше Следил Ну и Помните Вашу Просьба О блоке Отключать Подписывайтесь На премиум Поддерживайте Мой канал Сейчас Рекламку Пильну Вот Вот Ну что, третья карта, минуту, говорит, подождем. Так. Так, shift все здесь. Продолжение следует. Так, нет задержки. Здорово, терабайт. Здорово всем, ребят. Спасибо за инфу. Про задержку 2.0 DR ведет. Небольшую паузу сделали. Вот, чтобы... Ну, чтобы игроки немножко передохнули. Рекламку, может, хоть пильнули там. Я не знаю, короче, что к чему там они делали. Вот, DR Impact. Бу-5, может, это быть последняя карта, если импакт проиграет. Вот. У нас людей уже 300 человек. Кстати, на твиче сегодня прям чуть меньше, чем на гудгейме. Это приятно. Вот. Всем здорово везде, короче. Всем здорова. Пилон Гейт на второй базе. Нет, тут все нормально. Все тут добывается. Газец пошел. Ну, а здесь 17-я хата. Газпул, как, собственно, и в предыдущих играх, будет со стороны дира. Ой, со стороны импакта, простите, какого дира. Карта Мехдепо. Красный импакт, синий дир. Это так и было изначально. Я, в принципе, уже говорил в первой карте. Позиции 7 часов и час дня, соответственно, импакт дир. Вот. Задержки нет. Да, ни у кого-то что-то здесь нет. В первый самый день игровой данного турнира я оставил задержку. Но что-то, что-то как-то ни у кого не было ее. Ну и надеюсь, что не последний сезон Мастер Колизея. Турнир очень крутой. С такими корейскими именами, как бы и не корейскими. Будем топить за то, чтобы я лично топить буду. Чтобы китайцы еще пилили туриков таких. Вот. И третья хата в этот раз до готовности пула пошла у импакта. А здесь пилон Гейгер снег с кибернетчиком. Абсолютно стандартный билд. Вот второй газ добавляется. Посмотрим в адепта ли в Старгейт. Или во что-то другое здесь будет игра. Вот. Ну, билд усиленный получается. Да, по экономике решил сыграть импакт. Поперла скорость. Конечно же, третья ущерб Королеве одной. Правда, поэтому билд устроится. Только на второй базе Королевы, видите, заказано. Но третья хата раньше, если процесс жестко как-то не будет пушить, напрягать, то для зерга все будет в порядке. И вот этот раз и Ди решил по-другому совсем сыграть через Твайлайт. Импакт как-то не делает скорость оверов. Мне кажется, это, ну, зря он так играет. Хотя с другой Старгейт, откуда ему еще сотку газов взять. Тем более, здесь он Королева делается. Ну, вот в этой хате можно будет сделать скорость овера. Может быть, третью заранее. Или третья. Нет, третья уже, наверное, на третьей прям базе будет заказана Королева. Тем более, вот она хата готова. Здесь адептик пришел. Спалил его импакт. Он Диеры ударил, тем более, по хате. То есть, стало понятно, что он здесь есть. И скорость овером все-таки пошла, ребят. А здесь овером даже боится залетать импакт. Робо заказан. Пусть это не Глефы будут. Это, видимо, призма Дарки. Призма Архоны по перспективе. Так, дрончик, спасибо, братюнь. Спасает дрона. Здесь выпиливают личинок. Смотрите, хит-трец как бы. А чего он личинок-то выпиливает? Пошла спорка одна. Что-то побеспокоится. Что-то тут у нас импакт сильно за судьбу своих рабочих. Адепты будут заходить. Да, заходят адепты. Надо окружать. Как же ты-то не вбежал-то туда. Собаки плюс четыре выходят. Надо кусать. Пусть-пусть адепта делает. Пусать чудир, кстати говоря, контролит. Так, иллюзия не пустил. Все, два адепта отдал. Почему он иллюзии-то не пустил? Интересно. Пошел лэйр. Странно, почему иллюзия не пустил. Мог улететь как минимум один адепт. Отсюда так-то он зашел. Так что собаки первые... Ну, в общем-то, вступили в бой не самым удачным образом. Самое крутое. Сразу первого адепта хлоп и зажимают. И все, ему-то не уйти. Оттуда сразу же как бы провален этот урыв. Рабочих не пофокусить. Здесь четыре гейта. Да, стандартная призма. Да, стандартный даршайн доделывается. И полетела она вперед. В общем, надо принимать будет этих дарков, архонов. Видимо, с собаками плюс королевами. Крипом соединена вторая база. С третьей уже на крипту может пилет пильнуть. Что-то не спешит импакт это делать. Вот. А между мейном, например, и третий. Да нету крипа. И на мейне спорки нет. Но зато лейра тайминг таков, что... Вот сейчас увидит. Да, видит, смотрите, импакт как дарки в арте. То есть он может сюда посмотреть. И вот они тут шевелятся как бы. А может быть имеет смысл их вообще принять? Прикольно, когда переключаешь, да? Короче, побежали вперед. Вперед они в виде дарков. Оверсир делается. Прямо на третьей базе. Здесь разлит крип, кстати, что не впилить. Да ничего. А кто на третьей-то дарков встречает вообще? Что ж такое-то? Обманул на ровном месте просто. Импакта. Импакта дир. Дарки сейчас пурку выпили. Оверсир уже со скоростью, правда. Надо принимать дарчей просто. Куда побежали собаки-то, ёма? Куда ты бежишь? Что ты творишь вообще, дарков? Убил четырех дарков. Что-то импакт сумбурно как-то бой принимает. Но это провал для протца ребят. Такое начало. У него третьего Нексуса нет. Он абсолютно ничего не сделал дарками сейчас. Они были все уничтожены. А здесь уже 10 гидралов заказано. Кстати, почему-то он не делает... Не делает импакт. Грейт на гидру. Скорость рейндж. Ведь это один грейт. И им сразу два параметра. Дается сверхважный апгрейд. Не знаю, почему. Там чаш пошел. Третий Нексус. Ну, возможно, прессинг гидролинги будет сейчас со стороны Зерга. Я думаю, что даже правильное решение будет, такой прессинг. Потому что, ну... А как без него-то? Здесь дарками продолжается Харас. Ай-яй-яй. Была бы... Был бы скорость рейнджон. Тогда да. Эту призму можно было бы сейчас легко... Слишком далеко залетел дерево. Можно было бы фокуснуть. Но, даже если бы сразу этот грейт заказан был, стоит отметить, что он бы не успел бы доделаться к моменту залета призмы этой... Так, здесь с собаками разводят на оверчаже. Забегание там ко второй базе какие-то идут. Гидры все больше и больше становятся. Сейчас 15 штучек уже будет гидролисков. Так, Аргона Медеир продолжает здесь пастись, чтобы держать часть юнитов Зерга дома. Ну, вот сейчас Импакт еще принял решение дрончиков все-таки добавить немножко. Странно так. Бэйлингов, кстати. Бэйлингов, Бэйлинг Нест не добавляет. Вот вижу, Эволюшн, кстати, крайне поздний какой-то. Придется атаковать, если, опять же, атака не прокатит это, то печаль, беда. Пробочку сгрыст, одну. Так, а, кстати, почему они не ВЦС мод создают? Я еще не понимаю. Вроде же китайцы хастят. Не видно потери по рабочим, нифига. Так, с гидра... Гидры пачка рядом с Ксилнага. Здесь все еще архоны летают. На Мэне есть гидра. Еще две пробочки тут. Кстати, смотрите, импакт с Н3 сгрыз. Штучку. Одну. Вторая живая. Вроде как, Фризму сбил с архонами. Дир летит. Как это вообще произошло? Да гидра ж в этом месте все время стояла. Что за 3-2-2? Диру там китайцы отстегивают. Лавэхон. Типа, ну не надо. 3-0, братан. Послевай тут признак. Ну это так. Шутки шутками. Но как-то Дир на ошибался в этой карте. Больше, чем в предыдущих. Соответственно. И вот гидра придет. Она придет. Раньше тайминга шторма, кстати говоря. Будет наверх заходить или через камни будет импакт сходить? Неужели ближе гидру не подвести? Чтоб она вся начала камни атаковать. Часть бегает. Что-то на муви тупят. Все равно, конечно, со скоростью гигантские камни падают. Вот сейчас они упали. 152-113. Похоже, здесь Диру будет не выдержать прессинг-то этот. Билончик убит один. Забегает. Импакт прямо в сентря. Сразу же отменен. И оверчар. Ой, это Гварденшилд. Ядра продолжает выдавливать. Заходит на третий. Некс уже импакт. Тайминг кушал. Видите, какой жесткий. Понимает, что шторма еще нет. Вгрызается сюда. Зилки падают. Все падает. Короче, ребят, это 2-1. И импакт берет одну карту все-таки. Что дальше будет непонятно. Но здесь уже очевидно, что Диру никак не выиграть. И 4 зилка, и 5 зилков, которые забегают, ничего не изменят абсолютно. Бегаем. Нужна 4-я карта, пацаны. Очень нужна она. Иначе победителя не определить. Продолжение следует. Редактор субтитров А.Семкин Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну что, ребят, четвертая карта получается у нас 2-1 Диро ведет, но импакт взял сейчас карту Если он сейчас возьмет 2, то может пошатнуть Диро уверенность себе явно Потому что, ну, когда ты ведешь 2-0, а счет становится 2-2, тогда ты понимаешь, что что-то пошло не так, черт побери И в пятой игре надо что-то менять, либо не надо ничего менять, но надо лучше сыграть те билды, которые ты до этого играл Это всегда, ну, нервно как-то И вот импакт первый раз сменил билд, он не 17-го хат, газ пул играет, он пул первый играет Пул газ получается, но на самом деле, если просто заказывать 2 собаки и раскачивать экономику, этот билд не сильно отличается Вот стандартный хат, потому что королева-то первая, но чертов Диро сейчас заблочит импакт у хату, естественно, на второй И это стандарт, конечно же, пилон будет заказан, пробку накусает импакт Кстати, смотрите, как он ее хорошо кусает, Диро от Диро Оп, хату, получилось заказать, прямо в идеальный тайминг, смотрите, накусал, отогнал Потому что Диро ее не контролил, импакт срезал, он видел, как она через шив двигается По маршруту, соответственно, по вот этому И в итоге скушал ее Карта Незваный Гость, здесь еще здание большое, стенка будет готова Соответственно, Диро стандартный, абсолютно пилон гейт, газ никс, кибернет, позиция 11 часов импакт Диро 5 часов у нас Да, 2 собачки, не 2, 4 собачки, сделал импакт Далее Овер делает соплай блок, славил, королева Ну, сейчас, в общем-то, Овервейт, сразу на, там, пару личинок дронов будет заказано Плюс, королева сделает инъекцию Вторая королева сразу делается Да, 2 дрона заказаны, все это на вторую базу пойдет в перспективе Королева вниз тоже спускается Собачки прибежали, полный блок вынужден Диро сделать здесь Но этот гейт будет отменен, смысл его достраивать, чтобы убить потом Конечно же, нет смысла, все, гейт отменяется Собак, 4 штучки, будут пробегать или нет Сныкались от адепта, если адепт телепортнется, кстати, то Хитрый, хитрый Дир, смотрите, разводит, разводит импакт Типа, я телепортнулся, забегай А сам вон здесь стоит Собаки забегают Оп, такой адепт, привет, говорит собачка Не, ну сгрызать собаку это нагло как-то Две сныкал собаки, ребят Импакты все-таки двумя пробегают А здесь демедженый пробет, собаки на скорости Вот же пробка какая дамаженная Куда ты? А, он хочет разведки Ну все правильно, нет, старгейт надо было обнаружить, конечно А как же его не обнаружить-то Да на вторую беги, там демедженая Неужели он не заметил, что там пробка демедженая Видимо, да Здесь адепты будут Принято, куда ты в камни? Какой мисклик неудачный сейчас для импакта был Ну, адепты в клам, демедженая Ну, один дрон минус, два дрона минус Неприятно вообще Здесь собаки все еще живые Бегают, никого запускнуть не получилось Ну, а что делать? Не получилось, не получилось Еще группка собак Что она будет сделать группу? Можно овера сделать для передропа Но тут уже оракул летает Смысл, я не вижу особо Собака будет убита Если продолжит кусать Пшпробка за ней выведена уже Ну, минус два овера Будет пшпенник строиться Вот это уже не на руку зерго Третья хат, правда, у нее уже готова Дроны продолжают строиться Спорки есть Но до лейра еще пока далеко Зато плюс один Коготь сейчас очень ранен на этой карте Так, на второй есть спорка Плюс королева На третий сток запаза На спорка Критомар один-единственный Вперед попер Вторую с третьей базой Будет соединяться Странно что А, ну почему здесь Здесь не хотел просто брать Получается базу у нас Импакт Бэйлинг Нест пошел Бэйлинг Нест это интересно Все это прием будет Любых там агрессий С стороны Протса Упротса После Старгейта Выход в три гейта Соответственно Твайлайт Паржа Роба делает Стандартный Достаточно расклад Так, что-то погибло Оракул был сбит На третьей базе Смотрите Последнее, что он успел сделать Скинуть ревелэйш Но в итоге только Феникс остается Ну Феникс тоже разведывать Мог здоровый Илюх Разведывать может Но он как бы Ну то есть Хуже разведывать Чем Оракул Соответственно Так, погнал лэйр Здесь я вижу Архивы темпларов Делаются Чаш плюс один То есть возможен Пуш какой-то С восьми гейтов Успеет Импакт принять То есть экономику Отстроить необходимую Минимально для Приема этого Пуша Я не знаю Но вообще Конечно С роучами Роуч и линги Реведжеры Принять Потом в контратаку Пойти Как вариант Билда неплохой Так, здесь собаки На адептов накидываются Собачек-то пока Маловато Как-то Адепты на ХГ Будут заходить Интересно Нет, не заходят На ХГ Начинает Попустить дронов Дир Блин, вот каждый врыв Его адептов Это какие-то проблемы Импакт Вот опять Четыре дрона Минус Он четыре сейчас Заказывает У него, конечно Побольше рабочих Пошли бейлинги Еще линги Призма прилетает Здесь сейчас будут Архоны варкаться Ну это Архона Харас будет Соответственно Но как-то нужно принимать То есть нужно Гидроден Опа Сразу Покатушки пошли Интересный билд Агрессивный Таким билдом Можно забегание Он где-нибудь Действит на морфил Бейлингах С покатушками Сюда как покатился Сначала Нужно Харас Принять Ну очень долго Что-то дир Там навасливал Сейчас Птиштормяков И только сейчас Архонов Он сольет Зато плюс один Доделывается А здесь Эволюш Он заглох То есть Коготь сделал Ни вторую коготь Ни рейнджовую атаку Ничего Ну дел бы рейнджовую То есть 100-100 дешево Приходят Архоны Здесь плетка есть Но она далековато Находит То есть Она не прикрывает Нифига Королева Сейчас упадет Что ж ты делаешь Королеву отдал Новая ей На замену Пришла Так Гидроден У нас Готов гидроден Но Вот 7 гидролисков Заказано Сейчас Покатушки Вообще Скоро доделываются На забегание Обязательно То есть Покатушки Нужно применить Здесь Вот без покатух Врыв идет Смотрите Двумя бейнами 6 пробок Неплохо Почему бы и нет Здесь собаки Забегают Сейчас Покатухи Доделываются Нужно наморфить Нескобэйнов Хотя В штучке 4 Да нет Смысла Забегать Без бейн Уверчаж Еще стоит Что импакт Творить То такое Видел же Что уверчаж Туда выставляется Взял Забежал Собак Зачем то На мой А Здесь Сархона Харас Продолжается Призма Еле живая Опять Чуть Призму Дир Не потерял Кстати говоря У импакта Скорость Рейндж Гидре Заказан Но Понимаете Экономика Равная Бас Равное Количество И при этом Всем импакт Почему то По грейдам Заглох Вообще не делает Афгрейдов Сейчас Непонятна мне Позиция Почему он Грейдов Не делает Без Грейда Вот этого Гидра Точно Призму Не собьет Даже с этим Грейдом Не факт Что достало Атаку У них Рейндж Вообще 5 всего С грейдом 6 становится Королева Да Конечно У нее 8 Рейндж Гигантский Но Она не может Туда попасть 10 несколько собак 10-3 гидралиска Плюс королева Ну гидра Зелки на халде Уже тут Начинают раскладывать Бейлинг пришел Зелки отогнаны А не в хлам Дэма же говорит Плетка стоит Хотя в хлад Ну хотя бы стоял А то она не достает До этого минерала Даже В это время На мейне Харас Продолжается призма Архон Плюс зелков Навар Сейчас заходит Может быть призма Попробуется А как Они без скорости Без рэнджа Все еще И уже лимита Больше Диара Дума Посмотрите У него уже шторм есть Ёма Как импакт драться Тасовался Здесь третья атака Пошла он Коготь один сделал И все Вообще грейды не делает Что такое Импакт вообще За хрень такая Без грейдов Как жить то вообще Непонятно Вот Наконец-то Рэнджовая атака пошла Она б уже давным Давно бы была готова И любой бы Второй бы грейд Будь по Коготь Либо рэнджовая атака Она б уже тоже Доделывалась Достаточно Диру было вовремя Ее заказать Просто Но он не заказал Ее вовремя Так Здесь ядра Зилоков Принимает на четвертый Ну конечно Вот они минусы Будут даже Не хочет импакт Их упускать И не упустят Что-то на халде Встал Правда непонятно По лимиту В плюсе В небольшом Ну Соплай блок Было Сейчас 6 оверов Делается Зато Второй эволюшн Добавил импакт Второй эволюшн Это конечно решение Хорошее Но Зайдет ли или нет Это решение Сейчас мы увидим Люр Кирден Делает То есть Люрой Собирается Дефиться У нас Получается Импакт Минус Феникс Залетел на Гидралисков Армию Идет атака На 6 часов Надеюсь Достаточно Упроста Армия Чтобы принять Это Выход 10 штормов Сколько Ему Сколько 10 штормовиков То Вейлинги Кстати Прям до штормовиков Докатываются 149 142 Лимита Сейчас На данный момент Тут уже Третья атака Посидо делась Понимаете Сколько призмана Ся стянуло армией Ну ема Если бы эти Гидралиски Все там были Ну Что значит Стационарной Обороны нет Ну хотя Тут и ресов На стационарную Особо нет Люркер Ден Готов Надо сейчас Пару люркеров Сделать Иначе печаль Будет На дальней базе На вот этот Четвертый Пуч Вовремя Приходит Сейчас Дир в бой Вступает С импактом Вейлинги Катится Все По очереди Катится гидра На штормах Сливается Бэйн и птиштормовиков Не смогли докатиться В это время Здесь разводка На третью Бас Дилки Пришли Что такое Лимита Дира Больше Люркеров Да пару Закопай же ты Люркеров Здесь Куда они бегают Взад Вперед Сейчас Хату Вынесет В секунду Просто Люра Копается Хату Упадет И все Отступит Пишпрот назад Че ему Драться Дальше Может Штормов Пару Выкинет Ну и все Минус Хата Теперь уже И ситуация Какая-то Импакта Печальная Стала Здесь Опять Зилки Опять Архун Опять Разбудка Идет Ну Ё-моё Блин Буквально Несколько секунд Не хватило Сейчас Хату Минус Нед Даже Не успеет Отменить По-моему Импакт 300 Ресов Потеряет Просто Не Успел Отменить Ничего себе Даже Отменить Успел Так Опять Здесь Забегание Зилатов Принимается Легко Достаточно Оно Принимается Гидрошлап Отмахивает 150 370 По лимиту Люркер Отступает Мючка Назад Собирается Импакт Дать Бой Или Дир Собирается Здесь Импакт В оборонительной Позиции Дир Бой Скорее Собирается Дать У него Много Лимита Четвертую Импакт Прям на центре Собираются Занять Ну и Кстати говоря Попробую Здесь Отвесь Еще Тем более Там Призма В тылу Все Еще Напрягает Висит Иммортл идет Вперед Фактически Поля Разменял Там На пару Люркеров У нас Дир Импакт Импакт Решил Что Ему Срочно Вперед Нужно Пойти Отогнать Здесь Все Но В итоге Люра Подставляется Подымов Опять же Архоны Затанковали Просто Великолепно Шторма Конечно Нет Но Столь Имеет На 163 1 Дир Побеждает Импакт В первом матче И идет Далее Ребята Его Оппонентом По Роу 8 Станет Классик Это будет Пвп Жаль Поэтому Что Импакт Не выиграл Но Что делать Будем Пвп Смотреть В четвертьфинале Зато Дальше В полуфинале Точно Не зеркалка Будет Это Важный Момент А сейчас Лейзер Против Гумича Будет Биться Против Гумича Будет Биться Одного Из Двух Тиранов Представленных Среди 12 Этих Игроков Ждем Мы Этот Матч Здесь У нас Лейзер Да Лейзер Здесь Значит Все По плану По Расписанию Будет Я Сейчас Жене Позвоню Быстренько Пока Пауза Тут Я думаю Что Они Не будут Прям Спешить Сразу Бежать Бегом Создавать Хост И т.д. У нас Уже Суммарно 400 Человек На Твиче И на ГГ В общем Ждем Начала Следующей Пары Пацаны Суммарно Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Так, все, создан хост, ребят, я позвонил ДимаTorzok Так, ну что, ребят, гумич и лейзер, пацаны Последний раз гумич два раза лейзеру сливал, вот я не знаю, способен ли он третий раз его убить Ну, полякам как раз сейчас, у поляков аншлаг будет, им должно быть интересно, как их боец сыграет, ребят Пильну рекламу, спасибо за отблоки, помните, вороподдержку, естественно, поддерживать по реквизиту, постоянно через флеер Второе Бо-5 на сегодня, сейчас все комментаторы придут и начнется, короче, битва Видимо Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Так, второй матч начинается, ребят, и лейзер против Гумихо Тенши что-то дропает Походу, ребят А не, смотрите-ка, отпустило Отпустило Ну что же, елозера надо сейчас, кстати Назвать Нормально Чтоб видно было, кто бьется Все, теперь все видно, ребят, и лейзер Гумихо у нас первая карта, соответственно, 17-я хату у лейзера Первая карта Мехдепу красный, гумихо, синий лейзер, позиция час дня и семь часов, соответственно, гумихо на часе Вот, и лейзер на семье Так, ну, видимо, газ пул будет или до... А, пул даже до газа, смотрите, пул газ Одновременно и лейзер ставит Возможно, третья хата до готовности пула будет Может быть и нет, не знаю Ну, вообще, и лейзер подтянул все свои матчапы За ВТ он сейчас играет, очень круто Может быть, увидим Сейчас мех от Гумихо и Посмотрим, как и лейзер против меха будет играть Сейчас очень часто тираны в мех играют Чарлик, как обычно, выдает На отдыхе там Уши вывернуты Ну что, забывается газ У лейзера полностью Хата третья Не до готовности пула Третья хата во время королев строительства строится Скорость, кстати, в эти... Скорость лингом так и не заказана, между прочим Возможно, лейзер вообще не лингами собирается здесь биться Прилетел рипер Всех обстрелял Никого не подрезал И сразу же криптумор первым делом ставит элейзер Прикрыл его королевой Чтоб побыстрее он ко второй хате пошел на мейне Заказана... Опа! Скорость овером и скорость лингом одновременно практически заказана То есть, а зачем смысл Ну, элейзер, походу, немножечко завтыкал здесь со скоростью лингов Потому что, ну, можно и пораньше было бы ее заказать Очень долго тебе придется дожидаться этого апгрейда Уже гелики ездить начнут сейчас Да и овером-то скорость тоже не самая ранняя Но у гумича третий АЦЦ, второй газ То есть билд не очень агрессивный такой Гелики еще могут поднажечь там как-то на халявку Но я думаю, что не нажгут они ничего абсолютно как бы Хотя, посмотрим Скорость доделать Сейчас вот овер полетит, как бы элейзеровский Поймет он, что там происходит у гумича Будет это мех, либо био А это био пошло Гумиху решил, что, наверное, он игрался Я не видел просто игры, где элейзер гумиху выигрывал Но я уверен, что гумиху там хоть Там одну-две игры-то мех досыграл И наверняка элейзер против меха Очень хорошо сыграл Потому что, ну, с мехом научились все играть И нормальные зерги евро И снуты, нерчи, элейзеры Сирал они все там умеют нормально играть Против меха Здесь две инженерочки для грейдиков Пошел Мой элейзер раскачивает третью Соответственно, сейчас у него 40 дронов на 33 Гумиху как-то по макро элейзер Прям хорошо идет, должен я вам сказать Бейлинг Нест Лэйр А, последнюю одну играл в мех То есть два раза элейзер бива убил Элейзер силен, молодец, значит Что не может не радовать Значит, будет хоть какая-то интрига Ну, там, между корейцами и не-корейцами На Близхоне Потому что не корейцы Там элейзер, сералы всякие Может быть, и НИП, я не знаю Они в Корее сейчас живут И тренятся И вот там все бригады И это очень круто И ждем мы новый патч в итоге Новые сезоны В следующем году ГСЛов Там Старлиг И, возможно, мы увидим Там вот ксералов и лейзеров Именно на корейских лигах Хотелось бы посмотреть Хотелось бы побольше Не корейцев Как-нибудь на ГСЛ Старлигу прошло, например И было бы это круто Особенно на Старлигу Потому что на ГСЛ Там быстро можно вылететь Сразу в РО-32 А на Старлиге Там очень много туров Где играют все со всеми 61-47 по рабочим, ребят Давайте по игре Один эволюшн С одного эволюшн и лейзер начал Второй только сейчас добавляет Но по грейдам будет отставание Зато смотрите, какой ранний тайминг Покатушек у него То есть К первым там движухам Выходам гумиху Уже покатухи точно будут готовы вообще Так, двойной дропчик летит Разгружается гумич прямо на Ксилнаге Ну и лейзер готов встречать Покатушки есть Есть второй эволюшн Кстати, не понимаю, зачем он добавил лейзера Если он в нем вообще ничего не делает На халяву сбривает гумич оверсира На четвертую хату направляется Ну здесь и лейзер ждет Лингами-бейлингами В итоге королев двух сливает Что же это делает, что и лейзер Как неприятно С одной стороны, казалось бы Королева это чисто минералы только Но королева это не только минералы Королева это накопленная энергия Это постоянная работа с крипом То есть крипа меньше будет Всего меньше будет Оп, один танчик Смотрите на третьей базе Здесь забегание Какие-то принимают Пошла гидрая у лейзера Дождался бы, броня доделась Ну 2-1 надо делать Хотя бы у гумиху Два заказа на грейд У лейзера ни хрена вообще не заказано Станет гумич Кстати, здесь бейлингов не так уж много А здесь два холбота еще после армора Трансформировались в готовности Что-то развел гумиху и лейзера Вот только сейчас гидра подходит Ну их 4 штуки гидра лесков Они сейчас на муле тут не сливаются Ну еле-еле улетает гумич сюда И лейзер терпит Но у него 77 дронов И прикиньте какая это экономика Это прекрасная экономика Гумиху тут сканет Ну по одному крипту Мужу и лейзера Надо восстановить просто будет Ну королев у него 3 на 4 хаты Вот этот косяк Нужно новых королев срочно ему делать Иначе как бы по крипу просядет Вот он новую королеву заказывает Сейчас и лейзер На мейне необходим криптумор Причем мейн обнести бы хорошо Этим криптумором Чтобы вижен был сейчас Но в целом и лейзер справляется с харассом И у него уже пошел хайф Как вы видите, ребята А хайф это значит и ультра скоро зайдет Дальнейшие дропы не очень-то проходят Крипа немножечко и лейзер напилил Криптумор пока Пока дроны подсвечили Можно было перекинуть Но не перекинул Лейзер четвертая цеха Уже в гумиче делается По рабочим 70 уже и у тирана 2-2 и броня на технику доделываются Работает 5 бараков Сейчас плюс 3 добавляется будет 8 стандартный расклад Абсолютно Вот криптумор на хг пошел Но хорошо бы лейзер Если он эти все первые Вот эти выходы гумику сдержит На 2-2 У него уже хайф У него сейчас уже ультралис кеверн пойдет Надо адреналин сразу бы заказать Еще ему Так Ультралис кеверн пошел Адреналин пока не заказывается Лейзер видит все прекрасно И дропы И выход этот видит и лейзер И тританчик он в выходе видит И бейлингов он по 17 штук Там и собаку еще много делает Ну и дроп видит тоже прекрасно принимает Его сейчас гумич на муве Чуть не слил Надо королеву одну вывести Вот этот медивак Он уже не жилец Его надо сбивать И лейзер же этого не делает Зато бой пошел на верхней базе Микос какой хороший ниндзя Ниндзя этот инфестор был сейчас Микос и лейзер великолепно кидает И тут на муве Смотрите гуми в армию принимает Откуда бейлинги-то покатились Никуда Куда-то Потом в итоге все-таки Куда поперли Гумику вынужден улететь Зато на третьей базе Харас зашел Но и лейзера больше Пока по лимиту Гидра линга Бейлинги подходит Отбивать 9 часов получается Заходят бейны Заходят линги Бейны все наглухо взрывает Но как-то все равно не хватило Гидра лиски медиваки Начинает фокусить Не получилось зафокусить Медиваки Только сейчас Собаками лейзер отобьется Но по лимиту Смотрите какое проседание У лейзера сразу пошло Ультра лиска Хоть 3 и заказ Но я боюсь Сейчас он не сдержит То что вот у гумиху Сейчас на карте находится А именно Вот он выход Идет микос По паре мариков Только попал Он здесь Блин Ну вот как-то сумбурно Лейзер дрался сейчас Ультралов не заказал В итоге гумиху Все здесь убивает Без бейлингов Здесь бой проходит Это 1-0 В пользу гумиху Скорее всего Ребят Все шло хорошо У лейзера До определенного момента Потом пару ошибок И все Он слился Посмотрите на потери Какие потери Просто невероятные Сейчас вообще Без бейлингов Минусы лейзер Ребят Минусы лейзер Гуми еще 1-0 Ждем вторую карту Надеемся Что не в калитку Все будет Все будет Так Прыгнул в игру Отлично Прыгнул в игру 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 Ну что ж, вторая, ребят, игра. Элэйзер Гумич. Где у нас там элэйзер снизу? Опа. Что у меня тут? Переключилось. Всё, ребят, вот сейчас правильно всё. Встала. Гумич 1-0 повёл. Надо проставить глубоководный риф у нас карта. Здесь Гумич, кстати, частенько мех играл раньше. Но он и биво может здесь сыграть. Гумич 2-0. Гумич 2-0. Ну что, ребята, глубоководный риф на секунду отвлекся. Пул первый, а нет, 17-я ката, газ-пул, это лейзер, а я вру вам. А здесь рипер. Причем это газ-барак в рипера в ЦЦшечку факту. У гумища. Ну пока непонятно будет, это био или мех. Но вообще как бы факторка ранее возможен и мех, в принципе. Причем факторку поставил так, что проход между ней, а, или вплотную бараку. Мне вплотную бараку вру показалось, что проход, чтобы был, чуть выше поставил. Хотя, может быть, и так. Да, проход есть, все-таки на клеточку повыше поставил. Реактор депоха будет. Ну так удобнее, в факте, лететь, там секунда разница, перелетать. Если она вообще будет куда-то перелетать. Рипер вперед двигается. Здесь третья хат пошла. В процессе королев строительства, как, собственно, и в прошлой игре это было сделано. Так, рипер собак видит гумищ. Надо аккуратнее быть и лезер, чтобы он тут не надамажил. Инъекции пошли. Здесь криптумор. Сразу лезер, кстати, криптумор. Сразу строю. Ставят зачастую. Да, и здесь такая же процедура происходит. Он ставит на второй криптумор. Скорость собак. В итоге задержка произошла в скорости собак. Но это билд такой. И сейчас и скорость тёверов одновременно, братически, будет заказана. А у гумиха циклончик. То есть это марик. Четыре марика циклон. В начале дропы, видимо, будут. А потом во что-то переход интересного. А что именно переход, пока нифига не понятно. Рипер безнаказанно по третьей хате стреляет. Ну, он снимет там, может, сотню-две хп. Это не критично для хаты, естественно. Улучшение командного центра завершено. Системы наведения включены. Давайте что-нибудь взорвить. Резим готов. Резим готов. Резим готов. Так. Пристройка завершена. Опять у меня ггплеер начал тормозить. Ну, естественно, по третью базу, да, по этот криптумор первый. По билду лейзер, ребят. Третья хата есть? Сейчас я скину в канфу. Так, погодите. Почему я чуть не понял. Скайп-то у меня не запущен даже. Начинается движуха. Здесь драпэны какие-то идут там и т.д. и т.д. и т.д. Кораблю требуется поддержка. Так, прошу прощения, ребят. Здесь хэлбат куш идет. Ледоколыч. Ледоколыч просил застрелить. Ледоколыч просил застрелить. Он не идет. Спасибо, Леша. 320. Да, мех играет. Смотрите, Гумич в этот раз. Плюс один на технику пошло. Две факторки на лабах добавляется, одна на реакторе работает, соответственно. Ну и лейзера хорошая экономика на 10 дронов уже больше, соответственно. Ну и лейзеру надо брать эту карту, иначе Кумиху 2.0 приведет. Это критично уже будет. Ну продолжаются тут эти пуши с циклонами. Ох, хорошо, как медивак и лейзер выпилил. Королевы пытаются уйти. И авто турель сбоку там поставлен. Бейлинги готовы. Ну, бейлинги криво заходить или не криво. Да не, нормально, они зашли. Хэлбаты падают все в итоге. Собаки добивают остатки Гумиху тут армия. Циклону пытается выпилить и лейзер. Но не так просто это оказалось сделать. Трансьюз есть, но циклон все-таки будет. Выпилен, скорее всего. Он медленнее. Собак намного двигается. В итоге всего два дрона и лейзер потерял. Но 55-57 по рабочим. Ситуация практически равная по рабочим, ребят. 1-1. Причем милишные лейзергрейды делают. Он же виден с факторки. А че он какие милишные-то он делает? Я чуть не понял. Мидролинга-бейлингами будет встречать все это дело. Гумиху, кстати, прямо здесь забегание бы могло прокатить. Но надо бегать через всю карту фактически. Причем у самого лейзера четвертый. Нет, только ток. Он сейчас четвертую делает. 25 лингов в наличии есть. Но тут, ё-моё, хелбаты заходят. Неужели нельзя иметь 4 вот этих бейлинга заранее? Я не понимаю. Их не было заранее. В итоге хелбаты сейчас экономики. Здесь и лейзеры устроят тест очень сильный. 9 дронов минус. Бэль. Какой провал вообще, а? Просто гумиху сжег. 13 дронов. Просто сжег. 13 дронов, блин. Лейзер не сможет восстановить это все быстро. 14. На хелбатов разменял. Заказ дронов вообще от лейзера небольшой. Абсолютно какой-то происходит. 3 гидральска. У него всю армия тоже слабенькая. Рейвены продолжают афутуретки ставить. Тут опять дроны катаются. Ну, собаки хоть выгрызли быстро. Ну, вот почему нельзя 3 бейлинга заранее 4 иметь? И лейзер не имел. В итоге и затерпел. 10 собак, 3 гидральска, 5 королев. Этих юнитов недостаточно, чтобы даже отбить харасса этих торов. Двух. Хотя, если фокусить медиваки, то можно гумиху напугать, как мне кажется, и уйти. Ну, видите, как торы гидральску с двух ударов шатают просто. Гидральсков убивает, королев убивает. Гумиху улетает вниз просто или дальше кто-то улетел. То есть еще один размен небольшой. Сейчас еще 2 викинга прилетят сюда. Плюс здесь заезд геликов, кажется, планируется на вторую. Как синее пламя будет. И вообще печаль будет. По дронам и лейзер даже еще гумиху не опередил. А здесь четвертая. Здесь плюс 2 на технику. Странно, что армор и одно, конечно. Гелики на вторую заехали. А здесь одна королева и лейзер среагирует гидрой. Реагирует гидрой. Здесь торов тоже вроде прогнал. Возможно, даже викингов убил. Нет, викинги сами куда-то улетели. Ну, опять 6 дронов мину. Всю игру терпеть приходится. Сможет и лейзер оправиться от этого удара или хз вообще? Я не знаю. Потери явно не на пользу и лейзеру были. Ну, хоть четвертую он занял. Но здесь тоже четвертая. Здесь уже плюс 2 готовы у лейзера. 1-1. Блин. Милишный и рейнжовый первый грейд заказан. Так, спасибо, Лёша. 320 еще раз я подержу. Сейчас добавлю тебя. Улучшение командного центра завершено. Улучшение завершено. Так. Я вляпался. Зададим им жару. Полный вперед. База атакована. Так, гидра здесь прогоняет. Пошел и лейзер в размен, что ли? Да, пытается в размен сыграть. Извиняюсь, заскринил там еще раз. Гидра на чтуку. ГГ, ребят. Пишет и лейзер. У него недостаточно юнитов, чтобы держать гумиху. И абсолютно недостаточно, чтобы там планетарку эту пробить. Короче, гумиху уверена, пока лейзера уничтожает. Ну и третья карта будет. Пишет и лейзер. Так, ну что, ребят. Третья карта. Либо 3-0, либо лейзер собирается и бьется. Я пилю рекламу. Ну и как это будет. Предполагал, когда-то-то лейзер должен был гумиху, точнее, выиграть лейзера. По идее, еще, конечно, он не победил, потому что счет еще только 2-0. А надо еще одну карту, как минимум, взять. Но в любом случае, вы видите, лейзер не держится молодцом. Что-то гумиху его пробревает и мехом, и био, и вообще всеми раскладами. Решил гумиху, ведя 2-0 на карте Акалит, где все возможности для такого расклада есть. Сыграть СЦеху первую. То есть, какие возможности, я имею в виду, да? А, СЦеху еще и Газ первый, а потом Барак. То есть, факта ранее будет, получается. Ну, здесь, соответственно, вторая база мейном защищена. Очень часто подобные билды играют. Здесь и лейзер 17-ю хату Газку стандартно играет. Будет ли третью он какую-то раннюю делать, я не знаю. До готовности к углу, например. Пока, по-моему, этого не происходит. Ну, вообще, как бы офигово, что лейзер проигрывает, потому что единственный некорейский игрок здесь представленный. Но, с другой стороны, гумиху один из двух тиранов, оставшихся здесь. И, если он победит и лейзера, то будет гумиху Дарк дальше Бара в плей-оффе. А если победил бы лейзер, то там ЗВЗ будет. И так, мы уже одно ПВП получили за победу Дира над импактом, получается. А четверть финала завтра, соответственно, состоятся. Ребят, помните об этом. И там еще и ниже Солвар. Харри Кейн победитель на суб выходит. А это, знаете ли, Солвар там явный фаворит. То есть, там еще одно ЗВЗ может получиться. Ну, то есть, одно ЗВЗ тоже, вероятно, в третьей паре завтра будет. Поэтому, нафиг. Пусть хорошо ходит самая нижняя пара. На ИНОВЕЙСНО точно не тиран выйдет. Так, Марик на патруле. Просто, блин, такой гумиху билд. Вы только посмотрите. То есть, он СЦеху первую, мало того же, закал уже два мула добывает. Еще до готовности через одного Марика ставит факту реактор и третью СЦеху. То есть, халявы более жесткой, чем сейчас гумиху делает. Придумать для тирана просто невозможно. Там можно вообще в 30 СЦехе сыграть через барак. Да, там, как ТВ когда-то играл. А здесь и халява, как бы, и ранние гелики. Факта. То есть, и с этой халявой против такого билда и лейзера. Еще и контроль карты гумиху сейчас получит на геликах в ближайшее время. Здоровый, Вайтоксик. Привет всем, твич, гуд гейм, там, из К2ТВ. Где стрим есть, короче, на всех порталах, соответственно. Вот. Ну и барак пошел. То есть, это еще и био будет. Ну, ненамного прям халявнее, так мне кажется, чем вот этот билд. Ну, я и говорю, как, 30 СЦехе через барак получается примерно. Может быть, даже без юнитов. Здесь две инженерки, ребята. У Бумича, у Лейзера один Эволюшн. Ну и Лейзер плюс там на пару рабочих. Вот сейчас он строит 10 собак. С какой целью он строит? Здесь 14, уж не Беллинг Бас, нет. О-о-о-о. О-о-о. Какой-то вообще креативчик от Элайзера попер. Это явно врыв с королевами в Овере. И плюс Линга Беллинг и Беллинг Бас. Ну и, кстати, через два гелика тут опасно для тирана-то, я вам скажу. Пробиваем здесь до похи реактор. Если снизу заходим, здесь нихрена вообще нет. Овер полетел вперед. Вот собаки сейчас тоже уходить будут. Восемь бейнов сбоку уже морфятся. Вот хорошо бы этих геликов еще принять бы прямо на ХГ здесь, чтобы Гумику и свалить не успел бы. Я не знаю, получится или нет Лейзеру это сделать. Вот он забегает. Надо с лоу-граунда на ХГ забегать. Сейчас резкое выход. Так, геликов принимает вообще моментально. Беллинги уже идут вперед. Где там королевы-то летят? Будет разводка. Да, на вторую базу разводка поперла. Бейны заходят на ХГ. Взрывается все наглухо здесь. Бейн. Стимпак доделался. Ё-моё, это такой фейл для Лейзера. Стим доделался. Просто жесть. Гумику по фокусу бейнов там всех. Изи отбивается. Он здесь похоже на провал для Лейзера, ребятки. Как же стим в тему здесь был. И королевы уже здесь ничего сделать не смогут. А ведь это улын. Причем очень жесткий улын. Со стороны Лейзера. Давай сейчас еще королев на муве сольем, да? А что они здесь против мариков делают-то? Надо улетать уже нафиг отсюда. И Лейзер что-то не улетает. Королевы падают. Все падает. Он пишет 3-0 гумику у катана. Покатана просто. Просто покатана нахрен, короче. Лейзер был сейчас отправлен туда. Туда, куда нужно. По мнению гумику. 3-0, ребята. Но я не знаю, насколько это ожидаемый для кого результат. Но по идее ожидаемый. Харрикейн против Солара сейчас. ПВЗ мы ждем, ребята. Лейзер не смог оказать достойного сопротивления гумику. Мне надо отойти на пару сек. Я не знаю. Для нас заведения. Попробуем. Я не знаю где-то. Кто-то кто-то смотрит. Прията есть gemа. Я freeze алиэкс. Мехи sneak случая-то действия в риску на дорожку. Хотел бы это nuevo какое-то мето не узнаć. Похоре. mans fire христики у алиэкс, а кто-то подделять на плазу. Так как остав 돌�ить. Ребят, на минутку отойду И вернусь сюда к вам 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 Так, все, я здесь, ребят И лейзер еще слишком молот и горяч Кому лейзеру? Не, лейзеру уже 20 с чем-то лет Сейчас скажу даже сколько Двенадцать седьмого года он Двенадцать седьмого года он Ну, двадцать девятнадцать пока Одиннадцатого декабря Скоро двадцатка будет, короче Ну, как скоро? Через два месяца Да, да, молодой еще 19 лет Двенадцать седьмого года он Двенадцатого декабря Так, а кто там про кого говорил? Так, секундочку, пацаны Двенадцатого декабря Двенадцатого декабря Двенадцатого декабря Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Слушай, ну Сирал в 12, 2012, видел как сидел на Дримхаке и ноги не вставали до пола. А что это за Дримхак был? В 12 году я сам на Дримхак какой-то гонял, помню. Бьён Чопинг. Я что-то уже не запомнил, потому что Сирал, видимо, это они самый сильный игрок, мягко говоря, был. Ребят, Харикейн, а, Харикейн куда-то зафкашился, его-то мы сейчас и ожидаем, соответственно, но сейчас я временую пока, что Сова против Харикейна будет матч. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Здарова, маньяк! Здарова всем, ребят! Привет, Fate Goes Down! Соллара на победу шансы? Соллар фаворит здесь, безусловно. Харикейн, хоть он вроде как и неплохой игрок, но Соллар-то посильнее всё-таки сейчас будет, мне кажется. Ну, ждём начала в любом случае мы, ребят. Попозже рекламку пильну, помните, поэтому то, что можете отблоки отключить и подержать. Короче, Соллар фаворит здесь. Думаю, что он должен пробревать, но не факт, короче, пробревает. Соллар фаворит здесь. Так, спашу Ленуайт. Так, спашу Ленуайт. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Тоже помню, мы как-то с ним играли в них Помню, что прикольная игра была такая Ну а это пошаговая была игра типа героев Причем там не понимаю, там бывали крестьянины и следующий воин То есть там такой рандом был, что можно было напасть Ну, следующий мы крестьяне, крестьянин тебя от мудохи, например Почему так? Ну, такая там была игра Интересная Вот Чё-то ещё помню, мы там тоже играли А, ну вот Warcraft второй-то, по-моему, или первый был как раз в то время На кампе Тяжкая игра, но она какая-то такая Там какие-то островки, чё-то там всё бегало туда-сюда Я припомню Принцев такой, что там как бы типа Позиции захватывал фактически Какая-то его мегаломания воды Так, ну что, ребят Солвар Харикейн, давайте поиграть 17-я хата ГАЗ-ПУ У Солвара была здесь Пилон Гейт, ГАЗ-НЕФС, Кибернет У Харикейна ещё Я за Харикейна здесь немножечко болею Потому что не хочу зеркалок завтра дофига Вот, а если выиграть Солвар, будет Солвар против СУ У нас зеркалка получается Так, гонки Какие гонки ХЗ, про какие-то гонки, ты говоришь Помню, брали с пацаном Одноклассника моим Соньку на ночь В прокате, как его За 50 А иногда ему там и бесплатно Даже давали И Лепились в эту, короче Кэкэн Де Такое, где три раса там тоже Там Джаггернауты всякие Там очень быстро такая игра была Помню, тоже прикольная была Ух ты, я-то помню Тему Два дрона, ребят Солвару Харикейн Первым же адепту минуснул Я проморгал это Сейчас И Пора бы по игре Всё уже Хватит ностальгировать Ну, на самом деле, да Как это надо, я не знаю Блин, много по Старкрафту Стримов И так, хоть я в последнее время На абсолютном расслабоне Стрим Ну, то есть, как бы ФП не играя почти ФП почти не играя Сейчас, по-моему, турниров дофига Как бы И хочется Ну, ребёнка дома увидеть Там, хочется И отдохнуть Куда-нибудь сходить иногда Вот Сегодня, может, всё-таки С женой сходим в кино Как бы Не получилось пойти А так, как бы Прикольно было Погемить Какие-нибудь Старые игры Вообще Согласен С Джонни Сэкт Крашкил Дестроид Это гонка, что ли? Это где На компе Гонки были? Чё-то не помню Такие гонки Нифрена Если честно А, это ККНД так расшифровывалось Ну да, типа того Чё-то там Ну, от Как бы От создателей Этого ККНД Много там было Таких стратегий Ну Там ещё заставочка Помню Такая была Типа Там тоже расы были Такая, типа Роботизированная пехота Типа люди И какие-то Полузвери Кстати, чем-то На Старкрафт Похоже Там была заставка Что Джиггернаут Этот едет И спереди бежит Пехотинец Звериный Это его давят Нахрен Короче Это мне запомнил Ребят Тулар решил Тут что-то Третий Нексус Вправе Отменять Протасы Он походу Отменит Пилон падает Адепты падают Ну а ракул Дэмэдж рубил Собаки убегут Сейчас подождут Пока дэмэдж Кончится И всё Отобьёт Здесь Точнее Пробьёт А Это вообще Прессинг От Соло Ребят Пока Ностальгировали Про Кокандея Всё это Дело Здесь У нас Пошла Атака Просто Сверх Жёсткая Грелочка Прилетает Там Кстати Пробка Есть На третьем Нексте Грелка Так Овера Получится Сбить Грелкой Похоже Что не очень Получается Узбить Потому что Там Трансфюзен Узелки С адептами Уход Вперёд Грелку Отведи Покуснёт Жагодёныш Её Надо Выпилить Адепт Здесь Пачка И Глеф Через Несколько Секунд Будут Готовы Королевы Падают Они Идеально Телепортируются Харикейн Радует Пока Глаз Реально Его Игра Смотрите Отбился И сразу В атаку Попёр И Гейтов У него 7 Штук Или 8 8 Гейтов Сейчас Адепт Пачка Зайдёт А здесь Ни Бэйлинг Неста Ничего У Солара Нет Это похоже На 1-0 Пальзу Харикейна Вообще Джуделс Да не за что Какую-то игру Пытался Вспомнить Мы тут Про много Игр Уже Успели Поговорить Про КНД Или Про Какую Так Адепт Со второй На треть С треть Точнее На вторую Телепортируются Хорошая Позиция За Бэйлинг Нестом Ещё Где-то Адепт Кучкой Ходит Вот она Приходит Сюда Прямо На мейн Пошли Что ли Да Часть На мейн Пошла Здесь Собачками Размениваются Где А Не на третьей В итоге Обосновали Не на третьей Что бы Действительно На мейн Залетает Опять На вторую Неужели Солар Здесь Отковыряется Нет Похоже Солар Не отковыряется Адепты Разваливают Королев Здесь Трансьюзы Есть Мне кажется Что гораздо Эффективнее Мог бы Здесь парикей На самом деле Действовать Но В итоге Как смог Так и действовал 11 дронов Минус Адепты Все уничтожены Но по рабочему Он в плюсе Не эксус Третий Ставит Почему Вот этих Сразу Не подводил Вообще А КПН Чем-то Может На Редалерт Похоже Редалерт Тоже Помню Вторую Мультя Играли Было Там Делать Всякие Там Эти Вышки Нефтяные Захватывать Танек Танек Всякие Эти Инженеры Блин Ну Так Все Хулфан Был Не как Круто В него Играть Умел Так Аж Четыре Архона Прям Сливает Сейчас Здесь Харики Будет Дожимать Сейчас Он Оппонент Своего Погодите Адепты На Вторую А Архоны Куда Нет Отмена Эскейп Телепортов Сплит Адепт Попер Сзади Архончики Подходят Кто танчить Будет Ях Ну Конечно Архоны Наверное Адептов Сейчас Телепортнет На Вторую Базу В итоге Харики Сплитчина ГГ Солар Пишет 1-0 Харики Уверенная Победа Стат Зарабатывает Достижения Артани С 10 уровня Стат Там Совместное Прохождение Что это Бомбит Или что это Такое Вообще Не понял О, да Так, ну что, вторая карта Солар Харикейн. Сегодня реально пока уже третий матч, между прочим, сегодня, между прочим, сегодня, и не было никакой такой прямо мяса, не было ни одного, ни аромат никаких, ни мехом там гумиху унизил что-то лейзера вообще. Хотелось бы что-то такое сильное. Так, с рекламку пильну, давно не пилил, поэтому спасибо за блоги, за подписку на премь, опять, блин, что-то черное осталось, что ж такое-то. В натуре сраный Касперский мне плеер-блочит. Вот, право, право, пацаны были. Гад, блин. Отключил, сразу все заработало. Рок Хира ждем. Ну, Рок Хира, да, но Хира это не тот игрок, который армадку... Хотя нет, он иногда любит что-то такое сыграть, но... мне кажется, тут Рок Хира тоже в таком ключе активном игры будет. На самом деле, такие игры прикольные они, ну то есть, зато стояния какого-то жесткого нет. Реклама, когда обновляешься или плеер запускаешь заново, там они автоматом пилятся, да, бывает. Семнадцатая хата Гаспу, карта Путь на Айву, у Солара, здесь пилон Гейгас Никас Кибернетчика, синий Харикейм, классный Солар, позиция 11 часов и 5 часов. Да там фришный Касперский поставлен вообще, блин, и там никаких функций почти нет, я даже не знаю, для чего он нужен, как бы. То есть, он там ничего не фильтрует, а зато блокируют, ё-моё, потоки всякие нужные. Так, ссылочка на турик в описании канала, в восклицательном знаке везде она, есть-ка его. Вот. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Блокировал, ребят, Харикейн третью хату за кастового Рупилона. Еще раз пилон пошел. И адепт, кстати, выдвигается. Адепт он вообще сейчас сразу заблочит все. Адепт полетел на мейн. Оракул у Харикейна. То есть это адепт Старгейт был бил. Вот он Старгейт на мейне. Здесь все бустится, все раскачивается. Ну пока вроде Харикейн очень неплохо играет. Мне нравится, как он играет. И уровень не сильно отличается от этих корейцев. Хотя Харикейн он в Китае вроде как. Или не знаю, он в какой-то китайской команде, по-моему, был в последнее время. Так, третья хата у Солара снизу. Потому что здесь заблочил Харикейн ему, соответственно. Оракул вперед полетел. Там спорки тайминговые заказаны. И грелка пошла. Уж не грелка ли в масс оракула в свитч в итоге это будет бил? Возможно, да, такой какой-то. Играет музыка. Третья спорка. На третьей базе пошла, ребят. 41-41 рабочие. Ну, в общем-то, здесь продолжает Оракул строить Харикейн. И, скорее всего, при этом раскладе будет добавлен второй Старгейт. Уже после третьего Нексуса заказа. Да, здесь третий Нексус. Пилон таким образом, что адепты между ним и Нексусом неплохую позицию занимают. Мазерфор тоже туда сейчас вылетел. Хотя нет, смотрите, Твайлайт пошел. Просто это... В грелке еще второй Оракул добавлен, получается. Два адептика через верх пытаются зайти. Но они и зайдут, соответственно, через верх. Не знаю, что они правда сделают. Грелка на центре булоксти. Минус нолинга у нас Харикейн. А Солвар летит вперед Овером. Ну, надо принимать его. Разогрев ни в коем случае вырубать нельзя. Сейчас Овера со скоростью не успевает убить Грелка с разогревом. Просто потому что... Она медленнее начинает летать. И, как вы понимаете, она просто догнать не может. Да и вообще не видит Харикейн Овера. Это вот сейчас Току он заметил. Надо лететь принимать. Конечно, Грелка нагонит его рано или поздно. Дома третий Оракул. И, впрочем, есть собак пожег. Четыре штуки. Надо вырубить дамаг. Куда он врублен-то, я чуть не понял. Так и не вырубил эти энергии. В нуля сейчас упадет энергия. Вот только сейчас вырубил Харикейн Дэмэдж. Четвертый Оракул. Вот просто одного... Интересный билл. С одного Старгейта Оракулы. Чаши плюс один. И гейтов плюс четыре штуки. То есть будет шесть их. Сейчас в перспективе восемь, видимо. Будет. Ну, кстати, позиция для гейтов вообще страннейшая. Просто. Нахрен их так ставишь, что здесь блок рампы. И все будет вот так вот обходить вокруг. Не понимаю, почему именно так. Харикейн запиливает. Так, интересный у Солора билдешник. Я помню, что Дарк классика, по-моему... А, или Статца таким подобным убил. То есть это гидра сейчас заказывается. Соответственно, и рейнж и скорость делается. Так, здесь две уже спорки от Оракулов. Ну, правильно, перестраховался. И скорость роучем при этом делается. Сейчас гидролиски будут подстроены. Они отгонять будут Оракулов легко. А потом к ним добавятся роучи. И это получится гидророучи с рейнжовым грейдом на перспективе. Ну, здесь уже шторм делается, правда. С другой стороны, роучи это юнит, который достаточно устойчив против шторма. Но, как только армия больше будет у Протса становиться, ее больше будет становиться. Плюс штормец. То Микс, конечно, это зерговский. Будет проседать очень сильно технологически. Просто будет очень эффективно драться. Только иммортлов парочку. Да, тут и второго роба добавят. То есть, несколько иммортлов, архунчики, гейтовое мясо. Атака там, опережающая зерговскую. И все замечательно. Ну, может, Солар получится какой-то тайминг грамотный продемонстрировать. Не знаю, выхода посмотрим. Темновато, ребят. Чуть-чуть будет свет. Блюдо, какая темно. На улице просто очень пасмурно. Сегодня уже, блин, у нас такая стандартная северо-западная погода началась последние несколько дней. Просто вообще пасмурно моросит дождь. Постоянный, но не сильный. На велике обломно ездить, короче. Такие дела. Гидророуч. Идут 186 лимита Солара, ребят. Он забоет по 4-й нексту. Здесь 4 зелка выносят просто моментально. У парики на 53 фатонки. Есть штормы, есть один эмортл. Есть пару сэнтрей. Здесь одни штормы вообще фактически силовой ударной являются. Поэтому я сомневаюсь, что только на одних штормах получится здесь отклупаться. И Харикейн это понимает. Он отдает 3-й нексту. Ступает назад. А ракулы без энергии вообще в центре висят. Не понимаешь, что они там делали до этого. Два оверчажа еще до мусора. Сейчас Солар подождет, пока не кончатся эти оверчажи. И будет в бой вступать. Штормы, да. Хорошо штормы работают. Но недостаточно других юнитов обычных. Гидру пожгло неплохо. Но все, вот энергия кончается. Тут у одного только штормовичка энергия есть или у двух. Вот это вот сейчас будет. Скоро тоже минус 65. Но решил, что три арфона эффективнее зайдут. Поэтому они эффективнее зайдут. Вот сейчас, по-моему, оракулам самое время в бой вступить вместе с архонами и имами. Потому что здесь гидры немного остаются. Оракулы в 4 штуки. Все демиджное там в хлам. Отгоняет корреки и инсолары. Все гидролиски падают. Все падают. И роучи. Ой-ой-ой-ой. 117-123. И все, лимиты равны. А здесь третья атака заказана. При этом все в это время грелка. Хрен пойми, где летала, халтурила. Вот сейчас два юнита не отпускают на вступление. 9 уже юнита. Кстати, эта грелка наубивала. И микс-то сильный уже. 4 эма, 3 архона. Плюс 3 призма делается иммортал. Плюс 6 печатленников. Еще 3 архона будет у Харрекина. Он восстанавливает 4-ый нексус. А что Солару? Солару продолжение логичное. Да, люркера здесь по этому билду. А что еще ему делать? Но, опять же, вот как до этого импакт с диром. Тормозился на грейдах. Вот рейнжовая атака. Когось. Вот реально по ним он напоминает ту игру. А здесь третья атака. И что тут с рейнжовой атакой-то с одной, да с когтем? Разве получится разобрать вот это все дело? Про грейды забыл. Солар вообще. То есть он сейчас притсовать собирается. При этом пятую, правда, базу ставит. Да и рабочих 66. Обычно в Соларах на большем количестве агрессивней щит. 23 бейлинга заказаны. Есть у Харикейна штормовики. А штелок 8 штук. Не, ну 8-то надо ли? Зато с другой стороны у всех энергия. Там есть штормовиков. И только сейчас она появится. Поэтому, в принципе, оправданное количество. То есть по одному шторму выкинуть. Здесь зилки забегают. Видите, призма где-то или на муви зашли? А вот призма, да, здесь вдали висит где-то. Королева падает раз. Вторую от транс-юзел. Ну, здесь у нас атака собачками на дальний нектус. Не, удачно она заходит, эта атака. Ну, зилки, что-то королеву пальтушу здесь нет. Не получится ее убить. Никак. Ну, если Солар сейчас будет нападать, и Харикейн отобьется, у него плюс 3 там через 20, через 40 секунд примерно, чуть меньше, через 30 будет. И все будет прекрасно. Пошел шторм раз-два. Три шторм пошел. Еще шторм пошел. Солар ломится вперед. Харикейн уступает дальше от бейлингов. Проходят по гидре штормы. Да, кстати, Харикейн почти всех архонов потерял. Ну, да, варп, хороший зилоков идет. Замороженные юниты просто немножко мешаются. У Солара Бейна сейчас отморозится. Армия Харикейна как-то распличена здесь, получилось. Ну, вот плюс 3 еще архоны здесь добавились, и все нормально. Игрелка эта с начала игры живет, и 13 юнитов уже завалило. Да что такое? 56-60-80 парабам из двухсторонних. А раз, просто посмотрите. На мэне зилки, на дальние зилки. Спорка под призмы Солар переводит. Только так он видит, что может законтрить ее. Здесь вроде собаки примут. Ну, призму Харикейна отвел, все нормально. Собаки еле-еле отбиваются. 4 рабочих, 6 рабочих уже выбито. Третья атака у Протуса готова. У Зерга второй Коготь. Ну, и до варпы зилков постоянно идут просто со всех сторон. На мулю, правда, Харикейн сливает при этом тоже. Так, Спорку одну убил, вторую не убил. Он загружается, улетел, понимает, что Зерг всей армии просто здесь дефится уже. Из атаки забрал все, поэтому не очень эффективно. 12 дронов выпилено еще здесь. 47 рабочих у Солара, и он не восстанавливает их почему-то. Я не понимаю, почему. А у Протуса по 2 иммортала делается, соответственно. Все штормомячки новые. Правда, на 3-х атаках тормознулся. Поля бы заказали либо броню. Ну, везде Харас продолжался. Короче, ребят, 20. Там дроны выпиливаются, зилки везде. Что-то как-то однокалиточно Харикейн Солара убивает. А я говорил, что Солар, наверное, фаворит. Блин, видите, как бывает. Харикейн-то у нас завозит просто Солара. Ну, это очень хороший момент. Значит, зеркалкой меньше будет. На игру прыгаем. Так, шоколадочки кусочек скушать надо. На тебе нельзя. Блин, шоколад есть. Как против такого микса играть? Да играют в зерке против такого микса. Нормально, вполне бьются. Тяжело, конечно, тяжело, но... Солар как-то сегодня, не знаю, не в полную силу, что ли, отыгрывает. Ну, что, ребят, погнали. Согласен, Глайчик. Ну, к сожалению, сегодня особо нечего вечером стремить. Хотя, может, что-то там вырисуется сейчас еще. Что у нас там вечером-то будет по турнирам веска будет, а веска отборочная. И чего вообще будет там веска? Ночью в Варди турнир американский опен. Белоруссия, Болгария, Молдавия, Румыния. Вот интересная квали на такие страны. А украинская квалификация прошла? Не, ни хрена пока. 19-го, 20-го написано, понял. Также есть Армения, Азербайджан, Грузия, Турция. Квалификация интересная такая. Тоже, если у кого гражданство такое есть, участвуйте. Чего, можете получить квоту на мейн-эвент. Кстати, вот, например, два слота для России и для Украины. Блай, ты должен по-любому шарить. Вот. Там и кто в ТОВ-2 входит, например, слив ковердос. Они оплачиваемую квоту получают или за свои бабки на квоту там ехать? Вопрос интересует. Недооценен ПВЗ Харикейна? Ну, может быть. Ну, так-то игрок, он раньше неплохой. Тут же было, у него всегда ПВЗ именно было. То, как он, какая еще пролига была. Просто после пролиги не видим. А рамчик, у тебя-то гражданство есть. Он бесит, может. Я не думаю, что... Ну, какие-нибудь есть игроки. Те же Армения, Азербайджан, Грузия, Турция. Там сверхсильные игроки есть. Это просто, ну... Биться надо, и все. Ну что же, Нексус достроился, ребят. Пилон Гейт, Гастник, Кибернет, Харикейн в Твайлайт в этот раз. Не, ну какой-нибудь вид на жительство. Я не знаю, какие там условия на ВЕСГЕ, ну, то есть... Прямо гражданство там обязательно, или там вид на жительство. Ну, я не знаю, что там как. Так, ну, если нету, как бы, то тогда не получите участвовать от Армении, наверное. Улетает. Ой, ребят. Не получилось Сталкеру сбить. Но при этом всем Соллера не видел, что здесь Глефу очень ранен от Харикейна. То есть это стандартный будет подпуш с Глефами, и выход в третий Нексус, я так понимаю. Ну все, залетел Соллер, проверил, Харикейн увидел. Может быть здесь хоть 3-0 не будет у нас. Роуч Ворон пошел. Да, кстати, Соллер на Роучу очень хорошо отыграть может. Законтрить все. Точка сбора на третью стоит. Уже сейчас плюс 7 дронов делает. Сейчас по рабочим Соллер немножечко в плюсе будет. Ну, совсем немножко. А вот уже и вровень сразу же. Ну, видимо, надо... Я не знаю, что именно Соллер хочет. Он просто Роучи на крипе хочет построить и задепить как бы базы свои против адепта врывов. Или же сделать лейр и потом сагрессивничать еще на скорости роучем. Таймингом каким-нибудь прийти, например, на третью Нексус. Ну, пока лейра, например, нет в заказе. Зато есть 5 роучей в заказе. Они точно успеют под адептов, которые вот уже варпаться начинают. И, кстати, куда они варпаться? А, здесь пилон прокси есть. Ничего себе. А с мейном будет выход? Тогда должен быть, по идее, отсюда выход адептами. Залетел овер немножечко не туда. Не пожалел сейчас оверчажа у нас. Соответственно, Харик и иновера сбил. Адепты вперед заходят. Ну, там роучи есть уже. Надо к силу на губы защистить. Кажется, Соллер понял, что... Где-то там есть подвух. Ну, а тем временем, собаки на мейне сталкера принимают. Ну, два адепта на глефу справляются с ними. Пробка минус раз, пробка минус два. Так. Подвухаем. Флудерка молодого подвыпилим на 20 минут. Чтоб не флудил лишний раз. Пусть уроки сделает, потом придет. Сюда уже смотреть игры компьютерные. Так, интересная стенка, кстати, у парики. Брос, пилоном здесь такая уязвимая часть. У этой стенки. Но, тем не менее, она есть. В наличии. Так, сталкером пытается овера зафокусить Харри Кейн. Кстати, овера отфокусит он. И собак надо выпиливать. Отменяет Дарк Шрайн в Харри Кейн. Смотрите. И сразу ставят архивы темплей. Смотрите, какой Майн Гейм сразу пошел. То есть, Дарк Шрайн. Дарк Шрайном хотел, видимо, и Дарками поработать немножечко. Но в итоге я решил вложиться больше, как бы, получается, в жесткий более пуш. А может быть и в Сторм даже. Хотя нет, тут второй робот. Поржа там делает. Нет, это будет Сторм, скорее всего. Тут не будет какой-то пуш с архончиками. А вот на Дарк Шрайн мог бы и с архонами быть пуш, видимо. Собаками Солар бегает. Ничего он сделать особо здесь не может. Зато четвертую кату занял. И у него есть пиль уже. Пошло... Так, Муталис. Сколько? Муталисков заказано 6 штук. Насколько сильно они тут что-то выпилить могут? Или не смогут? Я не знаю. 7. Ну, в принципе, это неожиданно будет. А это будет неожиданно. Могут повыпиливать. Могут повыпиливать. Экономер. Иллюзия пролетает. Шпиль спалил, короче говоря, Харикейн. Соларовский. Ну, и вот Муталиск первый готов. Этот Муталиск собьет сейчас призму. И будут адепты там принято, соответственно. Адепты могут на иллюзиях уйти. Почему надемные войска не куда-то побежали вообще? Соларовский. Вот он сейчас побежал ловить адептов, я так понимаю. Адепт телепортируется на вторую. Поймал сразу же. Даже рабочих Харикейн не поубивал, не пофокусил. И посмотреть на лимит 159-125. В принципе, можно пробовать в лоб пробить. Если не получится, то тогда плохую Солар для себя ситуацию получится. Сейчас уже 5 Имморталов в ближайшее время будут. Здесь блинк добавляется, Старгейн добавляется на всякий случай. Даже если как бы свитча в Мутку не будет максимального, Старгейн лишним не будет. А если свитч был бы, то вообще б Старгейн разрешал бы тогда, конечно. Везде. Где, точнее, два овертчажа, все прикрыто там и там. В общем-то, у Харикейна. Фатуночка добавилась, она будет простреливать пространство там около газов. Только вот этот можно газ подбрить, наверное, будет. Ну, по лимиту 182-140, но у Протса очень качественный микс строится. У него по 2 Иммортала строятся. Нужна, правда, штормов достаточно, чтобы было для того, чтобы атаковать. То отбить их два всего штормовика у них еще нет. А, вот у одного энергия появилась, у второго появилась или нет? Второго пока... Какие штормы от Харикейна! Просто же Имморталы живут. Роучи прямо в Имморталов заходят. И Реваджер от Фаербола выворачивается Харикейн. Он точно отбивается. По лимиту, конечно, проседание. Пока есть мута от 17 рабочих. Выпилило вот этот момент. Я проморгал. И он крайне важен, потому что одной базы фактически Харикейн лишился. И лишился четвертого Некуса. А у Солара 4 хаты и 71 дрон. То есть давление он может оказывать просто гигантское теперь. Опять тут мута на мэне. Два муталиса, кстати, у осталось. Феникса два надо бы выпилить было бы. Да и сталкеров взять уже с основной армией. А то почему они там на мэне стоят? И штормовички без энергии немножечко остается. Немножечко совсем оставалось. Нету шторма. Вынужден слить двух архут. Было бы сейчас плюс 5 энергии. Храм бы просто здесь отбился бы вообще. Сталкеров с мэйна подтягивают Харикейн. Нужно блинкнуться вперед ими, что ли, я не знаю. Ну вот, в общем-то, Солар похоже, что пробил. И реально сейчас не хватило 5 энергии, чтобы отбиться просто. 4 штормов выкинул, архонов слил. Все, Бэйны бы вообще не зарешали бы здесь. Пока еще Киш-Харикейн держится, но ситуация так себе, я бы сказал. Ченджинга закатал всех. Гейтов 7 у нас получается, да? Да, 7 гейтов у Протуса. Тут вороба работает. Солар все еще давить продолжает. Опять энергии нет. Опять 5 энергии! Тут не хватит, какой-то не туда шторм кидает Харикейн. У одного-то энергия была, штормовика оказалось. Штормы слишком поздно у некоторых появляются. В итоге штормовичков, в итоге выкинуть их уже особо некуда. Зерк уже разменялся с армией Протуса. 181 на 130. В очередной раз Харикейн сдержал прессинг, но недостаточно сдержать прессинг. Юнитов нет. Зерк безнаказанно занимает 5 базу. И призмом у Талиска выбивается. Одну карту берет. Солар все-таки. Ну что может хоть в этой игре камбэк будет какой-то на 2-2. Так, кто-то пришел. Кто пришел? Не знаю, кто пришел. Сейчас пойду посмотрю. Блин, а здесь вход будет в это время создаваться. Так, мама пришла что-то. А сколько время-то вообще? А время еще полпятого. А-а-а-а-а. Так, все я здесь. Так, пошла реклама, ребят. Четвертая карта. Солар Харикейн у нас. Поехали. 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 2-1 Счет погнали Илончик снизу Харикейн сразу же идет ставить Геет кибернетка будет Либо геет кибернетка Здесь Не знаю как именно расположить здание Ну что же Солар взял одну карту Возьмет ли еще Вопрос открытый пока Ну вроде как в третье справился С Харикейн достаточно уверенно Солар Пулгас в это время играет С мэна А у Харикейна Хилон Гейт Геет кибернетке стандартный билд Ну и будет мешать Солару заказу хати соответственно Будет пилон ставить Харикейн должен Наверное поставить пилон Ну не спешит что-то он его ставит Да решил дать хат Поставить все в порядке И сам некий пилит И кибернетка здесь сейчас пойдет А нет смотрите-ка Другой тип стенки совершенно Здесь второй пилон Проход получается здесь будет Или здесь пилона Проход здесь будет Вот и Вниз оставляет короче Спуск Харикейн Делает такую стенку Так А сейчас подожди Не знаю почему пилон не поставил Тут в центре какая движуха идет Ребят Покусал немножечко пробочку Солар отступил Собаками Раскачивают вторую Здесь адепт Старгейт У нас билд соответственно был Со стороны протуса Доделает королеву на мэне Здесь криптумор пошел Пораньше К третьей базе Ну третья хата пошла Скоро с лингом почти доделывает Скоро с тювером Хочет знать Соларуна что делает Харики Ну пока Непонятно во что Будет свич Как бы Будет ли здесь Маситься оракулы Как в предыдущих картах Или что здесь еще Будет происходить Грелку вообще Первой делает Харикин юнитом первым Ну что же Это интересный вариант Развития событий Ну грелка Доделается на 10 секунд Позже чем скорость С тювером Поэтому Я не уверен Сможет ли она Хоть одного Сбить тювером Ну по идее Солару будет Интересно Что же в Старгейте Делается И грелка выпилит Тогда скорее всего Овера Ну так как у него Есть скорость Он всех отводит Спасает Вот скорость Как важна И разведывал Проверил Что есть У пацана Как бы Увидел грелку Все Потери больше Потерь больше нет Одного потерял И хватит Так После грелки Подстраивался Оракул И робот Заказано Без Твой Лайт Не знаю Что там Оракул Сможет сделать И сможет Что-либо Сделать Но Спорка Есть Ребят Спорка Есть Адепты Путаются На вторую Прорваться Врываются Оп Стазисная Ловушка Хорошая Такая Пошла Цена Она здесь Нужна Вообще Была Не пойму Оракул Лучше Под адептами Пожел Безронов Ну Два Выбил Это Мягко Горя Не много Оракул Тоже Энергию Потратил На одного Линго Стазис Зашел И все Плюс Три Гейта На второй Базис У Харри Кейныч Пошло Под Третий Нексус Раскаченный По Три Пробки Строятся Ну Достаточно Стандартно У Солара Не Совсем Стандартно Мы Не Видим Гидролинго Бэрлингов Например Офигеть Сколько Рабочих Заблокировал Девять Штук Где-то По-моему Заблочено Всего Больше Конечно Дронов Даже Десять Десять Дронов Заблокировал Один Лишний Тут И Здесь Роуч Ворон Шпиль Гидродена Вообще Нет Эволюшены Эволюшен Есть У Солара Но Он Не Работает Сейчас Только Коготь Пошел Привет Всем Кто Недавно Подоспел Ребят А Тут Чаш Архива Темпларов В Шторм Или В Пуш Пока Непонятно Может Быть Даже И Пуш Какой То Будет Штормович Варпится Если Архонов Будет Сливать Харикейн А Это Даже Дрог Кстати Да Возможно Будет Под Пуш Какой Небольшой Происходитель Плюс Еще Два Псистонечка Варпится Архонов Сейчас Станет Две Штучки Плюс Два Зилка И Два Адепта Ну Куда Пошел Без Архона Одного Который Не Готов Еще Харикейн Я Без Понятия Сейчас Он Ему Талисков Восемь Штук Посмотрите Но Ведь Десять Штук Но Здесь Тайминг Врыва Замечательный Получается Архонами И Зилками Королевы Королевы Здесь Просто Не Выдержат Мута Ка Выдет Вообще Непонятно Что Она Сможет Сделать Ох Какой Стэк Сейчас От Архона Прошел Залк Но Дроны Выжили Тайминг Идеальный Какой Получился У Харикейна Если Мута Не Получится Архонов Разобрать Беда Здесь Треть Уже Делается Ничего Не Получается Разобрать Ребят Это 3-1 В пользу Харикейна И У нас Не Будет Завтра Зеркалки Супра Против Сол Развз А Харикейн Будет Биться Су Ну И Кстати Просто Такой Разумный Я бы Сказал Очень Даже Неплохой Харикейн Оказался Очень Четко Он Все Делает Да Выпилили Призму Но Здесь Столько Армии Что Забреют Его Ну Потому Что В Муту Выход Халявный Без Роучей Без Всего Даже Бэйлингов У Соллара Не Были Хотя Бэйны Чтобы Убить Делков Дэмэдж Архонов Нанести Может Быть Тому Ты Перемасил Соллар Например Архонов Смог А так ГГ Ребят Очередной Несет Самый Наверное Такой Мощный Матч У нас Сегодня ПВЗ Рок Хира Они Давние Оппоненты Они Недавно Играли На финалах Там Джессел Супер Турнира Насколько Я помню И Прикольно Так Ну и По расам Все Очень Круто Складывается На самом деле Получается Что У нас Оба Тирана В Ро 8 Останутся И Зергов Там Достаточно И Процы Там Появляются Тоже Теперь Даже ПВП Там Одно Есть Но Именно Выглядит Сейчас Плыв Следующим Образом Пока Дальнейший Ро 8 У нас Это Классик Против Кого Там У нас Против Дира Дарк Против Гумиху Су Против Харикена И Навыш Удет Либо Рога Либо Хира Тут Точно Зеркалки Не Будет То есть ПВП ТВЗ ПВЗ И ТВ Что Будет Сейчас Так Кстати Мне Надо Позвонить Сейчас Быстренько Жене Сейчас Спрошу Может Маш Забрать Из Сад Пораньше Забрать 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 таких, а не гордых. Поэтому надо врубать текст. Кстати, Хиро прям попал там, где Хиро. А где Рок, надо Рок написать. Ну что ж, поехали, ребят. Крайний матч у нас на сегодня. На Мастер Колизея, Рок Хиро. В предыдущих матчах как-то все было без особых интриг. Ребята были там явные фавориты, 3-2 счета не было. И даже принципиально каких-то жестких игр не было. Может быть здесь у нас получится. Кто фаворит? Ну фаворит здесь Рок немножечко, Хиро. Но сможет ли он втащить, это пока открытый абсолютно вопрос или нет. У Хиро тоже очень неплохой игрок. Ну а Рок, он игрок настроения. Зачастую не очень хорошо отыгрывал. Бывает такое. И Хиро в первую же карту. Карта, кстати, Одиссея первая. Красный Хиро, синий Рок Рок на 5 часах. А Хиро на 11 начинает через Нексус Первый. Начинает он его, получается. Ну что ж, Нексус Первый, это интересно, конечно. Хиро тоже, да, настроение с какой-то стороны игрок, на самом деле. Ну посмотрим, что здесь получится, Рок. В общем-то из этой карты у нас пробесы бустятся, газы добываются, все в порядке, все в стандартном. Чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё. Минералов 50 потерял точно на этом действии, может даже чуть больше, там 60. Как бы не критично, сами понимаете. Абсолютно, но и не нужно при этом всё. А у Рога третья хата была до готовности пула заказана, как вы видите. И строится королева. Сейчас попрёт инъекция. Ковер нужен, да, уже соплай-блок. Скоро дрончики выходят. Лингами проверяет. Это прокси, видимо, сейчас у нас Рог. Ну, Хиро никаких прокси не делал, мы-то это видим. Зато Хиро делает твайлайт прямо в рампе, но это, видимо, Архона Хараз будет. Да, твайлайт Рога, конечно. И сейчас уже сталкер выйдет, который может овера отогнать, а то и сбить, если Рог тупить будет, тут летать. Я здесь. Да, выходит сталкер, попытка овера снык. Всё, ну не, он успеет долететь, безусловно, на хайграунд, но он будет очень дамедженом. Если с Мазеркором подсветить его, там за пару ударов получится сбить. Три удара осталось там оверу. Будет ли Рог отсюда улетать, пока не понятно, но поэтому билдучит Мазеркор вообще совсем не ранний у Хиро. Он проверил третью хату, третью нашёл, ну и зато и пробку потерял в итоге. Ну что ж, 16 дронов на мэне, сейчас 16 уже будет на второй базе, на третью уже там три качают. Эволюшн роуч, ворон у Рога пошёл. Хочет с роучами Архона, пора встретить. И очень хочет пробить проход Рог сейчас. Кира, сталкер, убить, кстати, сталкер-то упадёт, между прочим. Кира запускает собак, сталкер отходит в бок. Мазеркор, вылетел, Рог, Рог. Лучше б сталкера, мне кажется. Дагры с юнита ценной, на самом деле, особенно на такой стадии начальной. Если б сталкера не было, можно овером было безнаказанно абсолютно летать. Ну, тут и так всё понял, Рог, то есть он видит Дарк Шайн, он видит робот, и это будет Дарк Харассо, он понимает прекрасно вообще. Опа, смотрите, какой третий нет со стороны хера. Третий золотой. А тут лейер делается. И пошли тайминговые спорки. Причём позиция спорок интересна, не в минеральной линии. На мейне, например, ставится. На второй, на третьей минеральной линии. Дарки готовы, но не будет врыв. Дарками будут сразу Архоны заморклены у Хира, и он начнёт харасть. Узаименно, наверное, на мейн, скорее всего, сначала. Видит Рог овером Архонов, всё это потенциальная цель. Надо повезти куда-то сюда, потому что иначе будет минус овер. Тут видит Хира, что роучи уроза достаточно много. У него скорость пошла роучи. Плеер доделался, то есть они достаточно быстро получат. Скорость-то очень усилит их против Архонов в плане контроля и в плане перемещения. То есть можно будет быстрее между базами перемещаться, то есть от Архонов отбегать, если надо, кайтить их на крип и вообще там подходить, атаковать, например, агрессивно. Ну, два криптумора. Видел же, Рог. Чё, эскейп не нажал, не знаю. Ну, будет ли контратака на роучиху? Это вопрос открыт пока. Всё, Нексус готов. С этим овера так и не сбил Хира здесь Рогу. И сейчас этот овер ценнейшую информацию даст, как пробки переводятся вот сюда на золотую базу и будет Рог понимать, что ему делать. То есть будет это либо агрессия, либо он будет захалявливать, там золото своё ставить. Пока вроде агрессии не видно. Видно Беллинг Нест. Видно плюс один ранжовый. То есть, может быть, это роучер элджерлинга Беллинга. В какой-то перспективе пуш будет, когда она золото чуть-чуть рабоче переведёт. Нет, ещё Рог. Нет, ещё Рог. Нет, ещё Рог. Продолжение Харас. Королеву Хира забирает, но он очень неплохо Харасит, стоит отметить. Золото тут вовсю качается уже. Ни фатонки, ни хрена нет. Зато пилонов 6 штук и 3 оверчажа есть уже. Газ на золоте Хира не ставит. На самом деле, по газу-то у Хира так вся ситуация. Плюс 5 гейтов. Есть 3 иммортала, есть сентриэм. Достаточно много зелки. Опа. А гейтов-то будет 9... 11 штук вообще, посмотрите. 11-это реально много. Здесь уверсира пытается принять Хира. Не принять, уходит он. Иллюзия его точно не убьёт. Сентриэды в контроль-то его за Хира подумал, что это Феникс, что ли? В итоге на сентрях отдал оверх Хира Рог. Ну что ж ты делаешь-то? Ну тут роучер элджеров очень много, поэтому я не знаю, что Хира именно... Кстати, Архон покраснел. Интересный момент. Ну, видимо... Кстати, если Рог сам в атаку пойдёт сейчас, Хира может и сдержать. Сейчас с блинком плюс... Смотрите, плюс сентриэм, плюс имморталы. Кстати, Рог видит, что здесь происходит прекрасно. Да, контр-варп идёт там в тылу. Кстати, часа же нет на зелках, а это плохо. На одном КП Архон ушёл, кстати. Поздравляйте. Сиднея ты смотришь стрим на Sky Reality. Ну, поздравляйте. Сколько... Сколько там у тебя время? Пошёл куш, ребят. 150 в 200. Ира, конечно же, меньше лимита. Рога, бейлинги готовы. Будет бой. Да, даёт бой Рог сейчас, Ира. Фаерболы падают по филдам. Но филдов у Хира будет очень много. Ещё филды пошли. Бейлинги пытаются обходить. Филды Хира ставят ещё. Кайтит очень хорошо. Отступает на рамку. Здесь, кстати, позиция для Хира вообще халявная. Он очень хорошо здесь разменивается. Зачем Рог лезет-то дальше сюда? Я не знаю. Ну, костяк Роуч и Реведжеров армии остался. И до варп лингов сейчас... Ну, зачем драться против... Ё-моё, как и мы здесь выдают демеджи? Ну, как же вовремя приходит собачий прирост сталкеров. Агрессивный блинг фактически в собак. Блинкнулся сейчас. Ну, понимает Рог, что опасно сейчас. До варпу можно и затерпеть. Так, а призма на мейну летела? Я не понимаю смысл варпить зелков, если чаш не сделан. Хира, по-моему, с чашем завтыкал сейчас очень сильно. Был бы чаш готов, вообще бы развалил. Зато с другой стороны зелки на плюс один хорошо размениваются с... С этими... С собачками. Собак много повыпиливал в итоге Хира достаточно. Бейлинги в сталкеров катываются сейчас. Надо отступить. Сплит сталкеров такси оставляет сделать лучшего. Собаки плюс Линги Роучи и Морталов выпиливают. Будет телепорт домой. Да, Хира ТП домой делает. В это время опять же зелки со сталкерами на мэне. Какой надоедливый Хира-то. Сейчас Шпиль, походу, Грейтер Спайр может выпилить. Рог понимает, что Шпиль уже не жилец. И ставит новый. А ведь скоро бруды могли бы уже быть. Причем... А, ну караптеров зато не было. Надо, может, караптеров было заказать. Но на какие шиши заказать караптеров здесь надо было? Так, сталкер уходит. В итоге Рог отковырялся, но игра очень напряжная. Здесь не Эксус четвертый у Хира. Золото кончается. Надо рабочих будет переводить. 73 пробки. Это реально много. А у Рога уже пятая. Хата готова. Ну все нормально у Рога. Единственное, что... Да и Грейды, по сути, у Хиры только вторая атака доделывается. Здесь Коготь уже более чем наполовину второй готов. И уже есть один Коготь. То есть это второй. И есть рейнджовая атака. Так, ну угловая добывается. И Морталами ее точно не выпилить. Тем более такими дамаженными. 173, 156. Хира там архива темпларов. Видите, у него до сих пор их не было. Он из Даркшрайна. Да, он из Дарков архонов сливал. Все ясно. 28. Собак Рог, кажется, вперед поломился. То есть шторма у Хира точно нет. А это сами знаете, что значит. Что просто сдержать зерга будет тяжеловато. Хайф уже готов. Адреналин готов на собачку. Вот забегает Рог. Не надо так Лингов сливать. Что-то архоны тут запрессуют. Куда ты побежал, Рог? А я и на центре движуха идет. То же 187, 174. Хира сам выдвигается вперед, по-моему. Бейлингов. 57 штук у Рога. Без шторма это не остановить. Но 8 карапторов заказано. Надо ли вообще за ними гоняться? Часть Бейлингов, почему-то Рог оставил. Ну давайте-ка посмотрим, что у нас тут по Грейдам. По Биндам, точнее. Какая-то Бинды. У Рога у Хира. Все, вообще, все контрола участвуют. В Биндах. Короче, Рог решил, что... Опять Хира спит. И опять Грейдер Спайр Хира выпили. Да что ты будешь делать? Опять Брудов не получит. В итоге не проатаковала эта наземная армия. Брудов опять не будет. И караптор этот тут вообще не... Просто лимит мяса. Бесполезно. Так, налом. Зилотов идет. По Бейлингам они тут, кстати, дэмэж хорошую от Бейнов получают. Рог отступил назад. Еще 19 Бейнов делает. Зилки смещаются на золото. Часть-часть в лоб атакуют. Нас притануть армию напополам. В архонов Бейлинги заходят просто немерено. Ну как же архоны держат удар жестко. Плюс иммортлы. Но даже их, короче говоря, Рог здесь стирает. Только благодаря призме часть спасается. В итоге на золоте проблемы серьезные. На Зилков сразу Бейнов Рог не выделил. Хорошо, 19 новых сейчас подстроил. Собак пачка хорошая тоже подстраивается. Зилков все-таки принял всех. Золото выжило. Ну там и ресурсов, кстати, на золоте нет. Но хату терять, который прирост может уходить, тоже нафиг не надо. Шпилерок восстанавливает. Иммортл взгрыз. Архончиков тоже сейчас взгрызет. Ну как Кира всю игру без шторма воюет? Без шторма зергам крайне сложно воевать. Тем более, как грейды так делаешь с одной форжей всего. 75-133 по лимиту. Кажется, здесь все уже понятно будет сейчас. Ну вот такая, я смотрю, этот матч оправдывай пока себя. Хорошее мясо такое было в первой карте. Я бы сказал. Так. Так. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну что, вторая карта у нас поперла Так, как у меня никнеймы-то расположены Нет, неправильно Вот так вот они расположены Ну что же, Рок повел Если Рок победит, мы получим матч Рок против Anovation Я думаю, это очень крутой матч Так, честно, кстати, маме хотел набрать Куда она поперлась Машу забирать или куда Субтитры сделал DimaTorzok На наши зомби напали Игра приостановлена Так, все Ребята, я здесь Маме надо было позвонить Позвонил Паузу просит у нас Рок Не знаю, что случилось Ну что-то случилось Только судья отжать может Субтитры сделал DimaTorzok Так, все, ребята Продолжается Ну здесь, ребят, третью Получился Рок Вторую на третью заказал Может быть, кстати Ахиро разведывалось Да Я не знаю Заблочил ли он эту базу Или Рок специально Там ее Скорее всего Заблочил Потому что С пулом первым Навряд ли Как бы он бы Сразу там ставил К3 хатный пул играет Зачастую Вторую на третью Ставит Базу Проверяю Все, как Ахиро катается везде Здорово, Ахирыч Здорово всем, ребят Кто недавно Припелся Хотел искать Кто недавно Подошел Так, реклама Давно не белел Но уже поздно Помните про отблочки Помните про поддержку Любую Всем за это громадное спасибо Вот У нас мастер-колизей Который пойдет Еще ближайшие Два дня Завтра И послезавтра Соответственно Турнир Попробую завтра Может перед мастер-колизеем Если успею Сыграю немножко Хотя мне на шеврон Завтра забрать Послать человека Они будут готовы Соответственно Вот Ну тут адептум Хочет Что-то Киро Рога Тут Зашатал Адептум Смотрите Сверху Пять юнитов Уже убил Шестой Линк Принимается Сейчас Можно еще и дрона Завалить будет Но успевает Рог спорку Сделать царь Вообще Что спорку Сделал Что в итоге Восемь собак Убил Киро Киро Уже Рогу Не всех Их адепт Конечно Принял Адепт Только Шестерых Убил И этот адепт 2 Убил Вот вам Или расклад Что-то не понял Я Какая-то Бредя Бредя Бредер Стенка Какая-то Сторона Киро Вообще Зачем Ее такую Делать Почему Вот сюда Один гейт Не запилить Чтоб Жирное Здание В стенке Было Зачем Два Сюда Ставить И один Сверх Вот здесь Вообще Не понял Почему Он так Делал Сделал Но Сделал Именно Так Киро Ну Роковер Залетел Пропалил Все В итоге Что здесь происходит Овер Минус Гейт А4 Здесь У нас Леер Доделывается Годите 34 На 46 По Робочим Это Вообще Как Я Хочу Спросить Что-то Хиро По Робочим Вообще Рога Перемасил В хлам Просто А У Рога Зато Посмотрите Как Скорый С Роучим Просто До Фигасей Билд Такой Скорость Роучим До того Как вообще Дарпов Хира Варпанул И Вперед А Нет Простите Уже летят Два Архона Дархина Дархина Но Роучим Скорость Уже Делается Это Ранее Достаточно Скорость Ай Три Дрона Сейчас Минус Могут Быть Нет Сагрился На Королев Но Скорость Скорость А самих Роучей Нет И Сейчас За Это Время Архоны Тут Таких Дел Не Наделывают Что Просто Жень ГГ Рог Пишет Потому Что Здесь Про Вторая Призма С Архонами Прилетела Что-то Не зашел Рога Билд Ну Странно Что Он Так Левнул Прям Резко Ну 1 1 Счет 1 2 2 3 5 5 6 6 7 8 8 9 11 12 13 12 12 13 14 15 15 16 18 18 19 19 19 20 20 22 22 22 22 23 24 24 25 25 25 Продолжение следует... 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 Это печальный расклад. Тем более, сейчас чаш уже доделается. Есть ли архивы темпларов? Есть и архивы темпларов. Хироп, правда, что-то адептов делает. Зачем тебе адептов? Варпанит и газа 900. Может три архона сейчас сделать. Просто с шести гейтов варпануть, шести штормяков, слить их просто и всё. Так, часть адептов на мэн, часть на третьей базе. Феникс тут уже четвёртого овера, что ли, шатает? Да, четыре он овера сбил этот Феникс. Похоже, не знаю, чего он четыре мог убить ещё. Один без, получается, партнёра, то есть поднимать ничего не мог к земле у нас Хиро, получается. Двейлинги взрываются в адептов, или дальше пошли часть, дальше пошли. Рабочие падают, здесь королевы падают. ГГ, ребят, понятно здесь всё. Оп! 2-1 Хиро, Рогу собраться пора, а то... Бёда, бёда может быть. 3-1 очередное может быть, а может и не быть. Такое дело. 2-1... Продолжение следует... 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 и самолетик ну всё с чарликом чарлик поезд гулять чарлика нам надо погулять видишь тут какой самолет с палками такими он какой смешной он похож на рыбик а вот этот на квад похож конечно все идите рыбок посмотрите да пока а я буду здесь потом к вам приду все ну что ребят оооо ничуться ловушка такая зашла короче шатает хиро рога в этот раз ситуация получше здесь тоже стадис анды .vrn поддержал ваш канал на 300 рублей сообщает на мороженое просто дичь ребят везде стадисы пошли на второй на третий максимум рабочих заблокировано как так невнимательно рог действует я не понимаю сейчас еще раз стадис работает и еще часть юнитов заблочено королева заблочено все вообще на адепты идут вперед но они без глеф идут вперед ребятки а собак то всего 13 штук плюс здесь плюс здесь масса оракулы плюс королевы королевами воздух бы надо бы сбивать пытается отступить рог под спорку под спорку уступает но тут по моему и спорки то это не хватит вообще неужели 3-1 кого-то дропать начинает кого это дропает то сц боя ну что за печаль вообще да карте уже и в садик ходят уже вон и очки коррекционные один глазик видит хуже другого хорошо другой что за хрень сегодня такая происходит вот так 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 ну все ребят на сегодня мастер колизей закончен сейчас я матерью дозвоню спасибо энди те еще так не понял хост создается а чё там хоста создается для каких целей вообще чё там ни хрена не понимаю ведь выиграл же а это чё за хрень комментаторы решили побиться что ли похоже что да так что за звонки то начались алё так что Продолжение следует... 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 было 10 минут в игре сейчас я посмотрю, что там у нас происходит давайте-ка стоп-старт сделаю чтобы без рестрина выложить мастер колизей секунду, ребят, у вас задержки нет спасибо